добрый вечер дамы и господа мы начинаем завтра каст номер восемь эксклюзивный так прежде прежде чем мы продолжим давайте я вам цена напомню что мы а не сунебойский подкаст б мы не подкаст про игры и наконец с мы не хуй с оси мэксбокс и видео тоже не забудь видео тоже да нам задают кучу всяких вопросов в нашем любимом твиттере в нашем любимом телеграме на самом деле я вру конечно в телеграме никто не задает никто не подписан наш телеграм и очень плохо мы всегда давали ссылочки в каждый раз пихаем их в шоу ноты так что подписывайтесь на наш телеграм мы очень хотим чтобы там было побольше народу тем более что в телеграме мы даем гораздо большую картину чем мы даем ее в твиттере тем не менее мы завели благодаря нашим любимым слушателям которые завели изначально страничку вконтакте паблик назвали его очень просто завтра каст так что можете у нас подписаться это первый момент второй момент мы получаем кучу от вас писем с вопросами по поводу всего пока что их не очень много поэтому их пока отложим да например нас спрашивают в четверг вечером а когда следующий подкаст да пацаны мы пишемся каждый четверг вечером это уже как бы у нас стандарт соответственно подкасты выходят скорее всего где-нибудь в субботу либо воскресенье то есть в понедельник когда вы уходите на работу там в школу учебу в детский сад на ваших айфонах вы уже можете спокойно скачать из айтюнса или на ваших гуглоустройствах можете скачать скажи уже слово андроид скажи нет на windows фон на windows фонах не знаю кстати есть вообще приложение подкасты кстати говоря опишите нам если на windows фонах приложение подкасты как вы с ними мучаетесь сейчас те два парня которые нас слушают наш парень и его парень чёрт том что со всем microsoft тихо блять тихо собрались короче говоря спасибо вам большое спасибо вам большое за лайки за райки за я не знаю феврицы за ретвит и все такое прочее у нас какой-то безумный вал всего-всего-всего-всего-всего тем не менее мы продолжаем переть и даже подкаст про доту который вышел там в айтюнсе впервые обогнал нас по количеству прослушиваний он нас не остановит парень это был монолог дмитрия зомбака о том насколько завтра каст классный и непобедимый а сегодня у нас в гостях тимур си и фильму люков да в гостях потому что скоро вылетит отсюда с такими предложениями и максим зарецкий который наконец-то купил себе нормальный микрофон и можно послушать без этих да даже мы знаем что вас всех достало то что у меня эхо как будто потому что я пишусь из унитаза а максим зарезки жрет свой микрофон хоть пылесоса нет это хорошо кстати об оскорблениях twitter как вы знаете наша замечательная любимая социальная сеть в которой каждый человек кто в ней зарегистрирован является пидором я предлагал бы переименовать твиттер пидддер это было бы больше отвечало бы его задача направленности да в общем они собирают специальный совет который будет отслеживать оскорбление оскорбление личности людей брендов и так далее дело в том что просто если вы живете в свои в своем маленьком розовом мирке в титере то скорее всего вы не наблюдаете того как люди там реально на полном серьезе как бы вообще угрожают там знаменитостям на каким-нибудь например смертью и там причем пишут про я знаю где ты живешь и пишет реальный адрес там и прочее и в общем смысл в том что они решили с этим постепенно бороться и как вы знаете как вы понимаете они берут различных экспертов которые будут все это дело отслеживать соответственно там рассматривать дела там иски и прочее и как вы понимаете самым главным человеком кто чтобы вы могли подумать да не самым главным не самым главным пацаны они создадут консультационный совет в котором сейчас вот судя по тому посту в блоге твиттера десятки даже сотни разных компаний в том числе и феминист фреквенси куда входит они царки сиан или сарки сианг правильно знаете меня вся эта история страшно напоминает в жж движуху с абью стимом да да это вот один-в-один консультационный совет абуз команда нквд за арбузеля выслушиваем доносики и по доносикам выезжает расстрельная команда командочка по доносик ну вот вы на самом деле ржете как бы но я реально видел каждый три кучу всякой фигни и в том числе реально очень там неприятных вещей но с другой стороны естественно что любое подобное как бы хорошее начинание будет исключительно использоваться только для абьюза абьюза причем плохом смысле этого слова данном случае потому что люди будут как бы например братья каких-нибудь там политических деятелей или просто каких-то нормальных чуваков вот так вот как бы как бы отправлять специальную там репорт что вот типа вот он там меня харасит ну как история сейчас была не так давно который потихоньку продолжается в канаде где чувак двух феминисток таких причем жестких прям очень жестких феминисток он их в определенный момент как-то оскорбил тем что сказал что типа они щекут фигней занимаются типу и вообще какого хера и причем он это писал им несколько раз как бы в ответ на их твиты они его типа заблокировали но он им все равно продолжал писать как бы просто чувак ради там хохма и с одной стороны это не очень правильно потому что конечно да тебя заблокировали как бы ну хуль ты еще там что-то пишешь и причем еще и в других социальных сетях но с другой стороны как бы в этом конечно ничего прям ужасного такого нет они подали на него в суд как бы и пытались его обвинить харасменте то есть то что он их напрямую как бы там доебывается как бы причем доебывается чуть ли там не физическом смысле потому что вроде как как будто чуть ли он их не выселезает и вот вообще общественность там этот момент возмутилась и сказал что типа какой хера ну то есть как бы не тут и все стали на сторону этого мужика в итоге он выиграл таки суд то есть его оправдали и он не как бы является там харассером абьюзером и прочее но сам факт что вот так вот женщина или там какие-то там и товарищи из твиттера например могут после того как их там просто ему несогласные с ними люди что-то им пишут что они приходят и начинают на тебя там стучать как бы чтобы тебя вообще выпилили из твиттера как бы хотя ты особо ничего такого не сказал я считаю что это конечно ужасно и так скорее всего и будет короче говоря кто-то давным-давно не объяснил создателям твиттера что у девочек пирожок а у мальчиков краник чек-палланик чек-палланик что ужасно вообще раз уж мы говорим о твиттере как бы давайте уйдем от темы харассмента потому что как вы знаете во все пидро не на самом деле тему харассмента хорошо тайлер the creator закрыл за время своим знаменитым цветом помнишь тимур да у него совершенно офигенный был твит на тему того что ты чё чувак какой сайбербуллинг а ты чё серьезно чувак эй просто уйди от монитора и чувак просто закрой глаза в оригинале конечно смешнее гораздо кстати говоря этот твит набрал что-то около 300 тысяч ретвитов что на моей памяти просто очень многое просто невероятно его даже на коврик печатаю серьезно если честно я считаю что надо наш там типа не выпускать людей в интернет если вы тебя перед глазами вот эта штука не повешено серьезно потому что но самое смешно что я помню как бы вот когда меня очень многие люди в титре обвиняли что там есть баню и в нашу спец список вот они кого мне всегда ну мне многие люди на самом деле элитный лист под названием у ебан да но многие люди говорят что типа нас там какой-то признак слабости или еще что не такое но я всегда пытался объяснить как бы всем своим знакомым друзьям что на самом деле я просто храню свои нервы и там свой покой да там взял забанил чувака как бы все и до свидос ну и как бы это работает вообще в любой социальной сети бан и игнор в общем-то основные вещи которые хейтеров просто выводят из себя просто люди не успели к этому привыкнуть люди до сих пор думают что общение там в интернете или общение там по электронной почте это нечто такое что ты с человеком общаешься напрямую хотя это совершенно не так но кстати говоря про всякие срачи твиттерские вот здесь логично переключиться к следующей теме скоро они могут стать не очень удобными потому что все вот таки наш любимый твиттер сначала обосрался а потом все-таки включил а потом еще раз обозрался там образ был в том что джек дольси 6 февраля в субботу написал что типа несмотря на все слухи мы не собираемся и никогда не собирались на следующей неделе вводить некобы линейную силу как бы ленту для твиттера да то есть как бы вообще не нет как бы а потом раз на следующей неделе они ее вводят но не для всех правда и не обязательно ее надо включить настройках да самое интересное то что настройки появляются реально не у всех причем по идее в новых аккаунтах если вы заводите новый аккаунт это эта настройка уже включена а в старых аккаунтах она наоборот выключена соответственно вы смотрите по старинке я уверен что вот этот бэклэш да вот это жесткая как бы истерия которая случилась там в твиттере по этому поводу конечно же она сыграла определенную роль как бы если бы этого не было они скорее всего врубили бы всем автоматом эту историю а потом мы сказали а можно отключить настройках потому что когда у тебя в твиттере в тренинге хэштег под названием рип твиттер это заду заставит задуматься на даже самого упертого джека дурси а если у тебя извини меня в топе хэштегов насосик фолловит насосика и алгоритмы выплывают тебе эти твиты наверх что за это вопрос просто в другом дело здесь в том что реально как бы я уверен что они собирались это ввести для всех а потом так типа сказать но вы же можете отключить любую секунду как бы и вот это конечно было бы пидорство вот ну как и все в твиттере но после того как вот вся эта массовая истерия случилась естественно они пошли на попятную но сам факт как бы как случилась ситуация джек дорси в субботу говорит что нет на следующей неделе мы вообще даже не думали ничего делать и вводить и на следующей неделе они это вводят как бы ну окей не для всех окей как бы ты должен это включать но сам факт что функцию эту ввели ему бы по-хорошему нужно было бы месяцок подождать бы посидеть бы так а потом так типа а чем вот типа а может мы введем очень клевые новые там новые фича такая типа я считаю что это не круто какая бы ни была клевые эксклюзивные замечательные фича ее надо вводить постепенно и желательно отдельной опцией собственно люди которые разрабатывают фейсбук это разрабатывают твиттер это разрабатывают не знаю даже одноклассников любую в принципе социальную сеть должны понимать что люди привыкают к чему-то одному и изменения очень неохотно принимают вообще в принципе в положительном они именно поэтому собственно и пользуются этой конкретной соцсетью что им вот нравится вот тот текущий расклад который не похож на текущий расклад например фейсбука мне например очень сильно не хватает возможности ставить класс и пять плюсов на фотографиях твиттере а как же а как же подарочки букет цветов но это вконтактике а там такой нет по моему а может и есть и херозное сейчас мы уходим по очень тонкой грани зашквары хотя мы и так пидоры потому что есть твиттер но так или иначе блин чуваки на самом деле я очень 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 надеюсь что все таки эту историю не будут делать обязательно или не буду как например в фейсбуке делать такую историю что ты можешь переключиться на хронологический парадок своей ленты но через день-два у тебя автоматом переключится обратно и тебе придется еще раз залезать настройки куда-то в самую жопу настроек чтобы включить как бы эту функцию я очень надеюсь что так не будет твиттере и очень надеюсь что меня не выпилят за то что я напишу какой-нибудь девочки что ты знаешь а ты не права триггерят дириггерят блин коридор дали мне коридор или я убил ее я сейчас ей горло перережу о молодец котюха метко стреляешь давайте пакуйте его быстро сама удивляюсь как у меня это вышло к вопросу о пидорах тихо тихо мягче 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 я как владелец пидоров хоть и и хоть и не долгий я чувствую уже уже скоро перестану быть владелец ты сдашься пока очень очень крутой пока у тебя есть и ты очень ждешь прекрасную игру на персональном компьютере которые сегодня анонсировали и ты прям для персонального компьютера потому что у тебя очень мощный компьютер и она у тебя этот компьютер подтянет эту самую прекрасную еще отличную игру с классным сюжетом который ты так давно ждал называется quantum break я как вы знаете как бы мы уже об этом говорили в теме про бразильскую про бразильскую комитет или как там ассоциацию которая вот занимается рейтинговым игр они как раз да уже оценивали по quantum break для пк поэтому для нас для кого это не сюрприз сюрприз только состоит в том что quantum break на пк выйдет один в один день вместе с версией для xbox one что собственно конечно же прикольно потому что все владатели пк смогут поиграть в эту игру и вообще это отлично да это прекрасно но понимаете количество взорванной магмы в интернете сравнимо разве что с вулканом крокотау который взорвался в конце 19 века где-то там в в океане потому что естественно люди начали задавать логичный вопрос так а нахуя мне xbox ну подожди-ка xbox one ты покупаешь за 300 долларов на там типа с бандлом еще с пятью играми так но давайте если к серьезной истории как бы то здесь вот в чем дело что видеокарты для рекомендуемых но это видимо рекомендуемые по 4к все-таки 4к 60 fps glorious pc gaming я сомневаюсь в том что там как бы в принципе игра выглядит неплохо плюс я уверен что она будет оптимизирована таким образом чтобы в 1080p она требовала 5 титанов как бы вот и в общем смысл том что для рекомендуемых настроек там нужно 980 ти что как бы вообще намекает вам что эта карточка как бы стоит столько же сколько xbox one а еще нужно как бы еще куча другого всего в компьютере естественно поэтому чтобы поиграть как надо в но собственно как на xbox они в 720p 25 fps как бы вам нужно будет иметь хотя бы более-менее нормальный компьютер как бы которым стоит естественно дороже чем 300 там долларов и поэтому конечно xbox one в этом плане выигрывает как бы как например раньше в свое время был как с battlefield 3 когда battlefield 3 выходил например там на пока и на xbox 360 для всех нищебродов как коим я например был вот мне например не ну не подходило играть на пока у меня не было мощного пока и не я не мог купить эту игру там поэтому я купил ее на xbox 360 но понимаешь это все конечно неплохо но я отмечу лишь что что на фоне новостей про выход на пк quantum break одновременно с xbox one собственно в этом информационном шуме утонула сама игра и даже выкинутые множественные геймплейные ролики не смогли поменять ситуацию то есть да вы конечно можете поиграть в этом xbox one но тут есть одна проблема но вы можете в этой не играть проблема на самом деле в том что сама игра судя по тем роликам которые выкладывают она смотрится чем-то очень сильно похожим на макс пэйна 3 ну понятно почему потому что рэмиди делали собственно макс пэйна 1 2 она похожа чем-то на инфэймус секонд сан в плане того что ты постоянно способность до способности постоянно дергаешься между врагами туда сюда используя в этот раз не дым некий time travel штуки и вуки и прочее прочее но прикол в том что вот чисто по роликам у меня нет такого стояка который говорил бы мне да купи эту игру давай ты сможешь купи видеокарточку купи а это потому что ты хейтер ты хейтер все дело не в том что я хейтер а если бы сони выпустил то купил у меня есть xbox one мне нахуй не нужен компьютер хотя он у меня есть просто я смотрю на ролики этой игры и понимаю что я не хочу мне тратить свои сраные 60 долларов чтобы ее купить она не выглядит так что она мне продает картинку или продает мне игру она то есть говняный вид нас ты купил да а вот это не купил ты лицемер вообще ладно хорошо окей окей я лицемер окей но но проблема проблема на самом деле еще не это не систем селлер в любом случае не даже не в том что это не систем селлер или в том что это плохая игра или там на которую я смотрю мне ничего не встает на нее да проблема еще в том что маркетинг xbox one зашел в какие-то совершенно дурацкие дебри куда-то не туда и они это сделали собственно говоря с ноября прошлого года они продолжают это делать и у меня как у владельца xbox one возникает вполне логичный вопрос на херам не xbox one вообще в принципе то есть зачем он мне нужен чтобы я мог на минималочках поиграть в quantum break хотя я могу на среднем или там на высоком поиграть в него на пока дожди ты можешь воткнуть в него телевизор кабанда и собственно смотреть на файл американский футбол я могу это сделать и ментов на нтв смарт-тв понимаешь который у меня встроен в телевизор мы не брали при разработке мы не брали в расчет смарт-тв а что это такое что такое а это такая штучка короче знаешь даже если нет ее в телевизоре ты можешь за 10 долларов на алиэкспрессе купить вставить в HDMI порт своего телека простите подождите что да ладно на а прикиньте серьезно да тиви тиви спот спот китайцы тут проблема на самом деле серьезно даже херст не вот абстрагирует да абстрагирует от quantum break а то что игра там может не понравится может понравится неважно может быть ты там на нее посмотришь и просто а да давай я даму я думаю что quantum break это такой ордер 1886 только на xbox one и без графона ну ты знаешь как то есть это такая неплохая игра которому кому-то нравится кому-то не нравится как бы кому-то скучно кому-то нормально как бы но ничего такого сверхъестественного это обычный хороший крепкий шута на третьего лица коих пачки ну да если честно я могу сказать так что как бы если у меня там получилось в него поиграть я бы просто удовольствием поиграл как бы играть прикольно как бы тем более может там вдруг ну пока получится поиграть или я там отожму у кого-нибудь xbox one там завица ведро овса вот вопрос просто том что вот сегодня шутку как бы них пришла в голову а я еще и читал в другом формате что сегодня самым популярным вообще товаром наибы это стало xbox one потому что потому что реально как бы я уверен что сегодня просто люди сидели такие блёдь на самом деле серьезно вот вопрос да если его ставить вот таким образом что типа чё покупать xbox one или там пока вопрос на самом деле ну не такой простой да который можно вот однозначно ответить но сегодня помимо вот этих новостей про то что quantum break выходит одновременно на пока появились еще интересные новости например scale bound который всю жизнь был использован для xbox one и years of war 4 да gamespot обмолвились они сразу же это удалили там буквально через два часа это пропало у них сайта что они тоже выходят на пока а фил спенсер который глава xbox а он вообще себя в твиттере абсолютно неадекватно ведет он бросается на людей которые обсуждают что вот типа xbox ладно обосрались там ну как обыкновенные хейтеры да твиттерские он бросается к ним в комментарии и пишет им всякую ерунду типа ой а почему так решил ой а мы на самом деле сейчас очень плотно работаем с иксбоксом да у нас вообще все хорошо мы не собираемся какие-то рамки ставить в первую очередь да он пытается сказать как раз про рамки вот этим этим он наносит гораздо больше дэмэдж для всего пиара иксбокса чем вот если бы они просто объявили о том и он еще обмолвился о том что все последующие игры которые будут выходить на иксбокс ваня они скорее всего будет выходить и на пока то есть они сделают это такой фишкой платформы то есть платформа на самом деле очень сильно размывается иксбокс мана считаете вообще не существует существует ваш пк нормальный и пока за 300 долларов дешевый ну на самом деле это реально это дешевый как бы вариант для лоу настроить как бы вот игру вполне себе нормальная история да да а в подарок вы получаете геймпад еще большой блок питания который вам некуда но ему ему там же в реплае в twitter ему логичным образом говорят что фил ты вообще-то как бы ты подумай да на пк мы не платим каждый месяц тебе деньги за мультиплеер блять алё чувак ты чего почему мы должны страдать за то что мы купили дешевый компьютер на котором ну в херовом виде пойдет этот quantum break вместо того чтобы я взял и пошел и купил себе его на пк ну да это очень странный дэмэдж контрол который вот на месте фил спенсера я бы лучше молчал слушай ему предъявляют другое ему предъявляют то что как бы у них весь маркетинг и пиар был за последнее время построен о том что quantum break эксклюзив xbox one и соответственно если учитывать что они изначально знали что эта игра выйдет на пк то объявлять ее как бы за там грубо говоря месяца полтора-два как бы до выхода на вообще на релизы что она еще выйдет на другой платформе и это было много кому известно но блин они же этого не делали это же реально сознательно скрытая информация тут еще вопрос том что у фанатов бы так не бомбило если бы они взяли и сказали что вы знаете на xbox one он выходит допустим там не знаю в апреле а в сентябре вы его получите на пк пожалуйста как было например с ларой лара выходила в ноябре и в январе вышла в феврале в феврале окей но просто тогда бы народу хоть как-то не бомбило был бы смысл покупать а теперь еще кстати еще очень интересная тема они объявили что если ты пред закажешь себе quantum break xbox one копию то ты получишь пк копию в подарок вопрос возникает в следующем где ты ее получишь а слухи о том что quantum break будет привязан к windows store который встроен в windows 10 соответственно вряд ли ты получишь ключ в steam ну и что в windows store какая тебе разница купил себе на xbox one а потом на пк играешь да мне по сути вообще без разницы нет вообще вообще есть хороший сайт он запрещен в российской федерации законом операции и находится под вечной блокировкой я думаю большинство купит там учитывая что это сингловая игра да но говоря кстати про хуана и то что он тонет и вью 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 тем не менее есть еще один очень интересный факт который произошел с консолью на этой неделе нелицеприятный он связан с обратной совместимостью дело в том что на нее вышла одна из лучших игр прошлого поколения да red dead redemption замечательная восхитительная действительно та игра которую не жалко пройти повторно тем более на пк ее нет это один из тех редких консольных эксклюзивов настоящих так вот она на несколько часов появилась в программе обратной совместимости xbox one даже те люди которые смогли успели ее скачать и записать пару видеороликов на ютубе да и выложить их в интернет после чего она оттуда пропала магическим образом и представители microsoft начали при этом она идеально работала в 30 фпс если верить и там типа загрузки были 5 раз быстрее чем на xbox 360 вот и она оттуда резко пропала потому что ее дескать не оттестировали как следует вы знаете я думаю что там был другой вопрос дело в том что на на неогафе очень хорошо описали эту всю историю дело в том что они тестируют эти игры у себя во внутренних аккаунтах по сути это что такое это небольшой лейер эмулятора в котором там еще какие-то некие настройки чтобы это правильно все и хорошо игралось на xbox one они тестируют огромное количество игр которые они собираются выпустить но еще не выпускают в этот момент они ведут переговоры с издателем и скорее всего просто про Dead Redemption не было договора как бы ну или не до конца он был заключен там и все утрясены там типа сложности с Rockstar они по сути релизнули игру по которой они не имели права релизить это косвенно может но не к факту что говорит нам о том что возможно Rockstar планирует что-то делать с Red Dead Redemption может быть они будут делать HD переиздание а слухи о котором ходили собственно последние я думаю что нет а может даже сиквел там в этой истории как бы с Back Back Compatibility там периодически выходят игры которые вообще никак не связаны с тем что сейчас собираются делать другие издатели я уверен что Red Dead Redemption скорее всего будет делать продолжение я уверен в этом просто это продолжение просто скорее всего покажет там типа через год где-нибудь но хз я как бы не уверен что ну смотрите пацаны Red плюс Dead плюс Redemption сколько слов три конфернт кстати о говноедах извините в общем тут Titanfall помните такую игру я вот тоже не помню отличная игра иногда играю на Xbox One тихо блять ну потому что игр нет больше в общем Titanfall 2 скорее всего выйдет в уже в этом году раньше было говорили о том что она выйдет до конца марта 2017 года то бишь возможно в начале 2017 типа зимой там или там типа летом ой зимой или типа вот в марте но возможно даже раньше то есть где-то типа ноябрь декабрь там вот в 2016 но самое интересное что это теперь не эксклюзив а бульти платформа об этом уже тоже давно известно потому что слишком много уже об этом говорили так как я поняла что продавать игру ну как бы я все-таки крупный нормальный издатель который как бы хорошо понимает рынок и хорошо понимая рынок они понимают что продавать игру на консоли с не очень большим инсталлбейзом и на ПК как бы ну это очень большая неудача на самом деле и особенно если это крупный проект мощный в который вложена куча денег в том числе и вандубрейк за что? и в общем я думаю что Titanfall 2 может вполне себе неплохо получиться тем более говорят что у него будет компания причем мощная и она типа как бы обещается быть очень интересной и там будет рассказано про противостояние науки и магии никогда такого не было и вот опять как бы как это будет магия я думаю что скорее всего какие-нибудь инопланетяне какие-то там типа кастуют огонь и прочее а ты такой на роботе я все понимаю пацаны ну вы же не играли в Titanfall да? не играли я на ютубе видел я играл я на ПК купил даже сюжет вообще не предполагает наличие каких-то инопланетян или магии но тем не менее во второй части что-то будет такое либо они просто клеют надпись Titanfall 2 а игра будет вообще блять про другое не скорее всего так и будет то есть типа про роботов больших которые как в аватаре где-то там на другой планете туда-сюда а те магии их ну не знаю короче я настроен скептически хотя Titanfall 1 мне в принципе нравился в качестве сетевых баталий на иксбоксе почему бы собственно говоря и нет да со мной все нормально просто я немножечко шалю ага ярни-ярни-ярни ярни-ярни 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 там же графон на самом деле он хорош тем выступлением главного разработчика не помню кто он он выступал на какой-то е3 очень сильно стеснялся мял в руках эту игрушку который в детстве его мама или там бабушка научила плести этого ярни очень сильно стеснялся там что-то такое весняша-стесняша типа того его даже его даже рисовали в виде такого как сказать анимешного да да анимешного чувака который такой с румянцем такой на щеках ярни-ярни мощный такой большой игра выходит оказывается что в ней ну блять я не знаю как объяснить короче в ней хороший графон вот это блять единственный плюс она реально очень очень красивая то есть ты смотришь на эту игру думаешь ёб твою мать дожил технологии блять просто охуеть но проблема в том что вся игра это набор таких пазлов с верёвкой а верёвку можно там обматывать верёвку можно привязывать из верёвки из верёвки можно там влево-право качаться на ней но всё больше в игре ничего нет это не платформа ну слушай это симулятор жизни когда ты намыливаешь верёвку в ней можно только качаться вправо-влево там реально там есть такие моменты когда-то ярни просто вешается на этой верёвке ну просто короче так ребята аккуратно а то нас тут заблокируют потом да-да-да-да бритвы окамы уже не получится да срезать ярни ну так вот к чему я говорю Unravel очень красивая очень клёвая в ней атмосфера такая знаете вот прям мультяшная такая то есть для детей я очень рекомендую эту игру она развивает наверное как-то воображение но мне скучно в неё играть то есть я вот играю например в The Witness который от этого от Джонатана Блоу Джонатана Блоу она наоборот вот у неё вся игра состоит из набора загадок но каждая загадка во-первых разная во-вторых ты себе мозги все сука сломаешь прежде чем её решишь или там посмотришь подсказку на каком-нибудь ютубе а здесь я играю в этого ярни и иногда просто бешусь из-за того что я не понимаю как они придумали загадку с этой ебучей верёвкой то есть загадки ну как бы они такие все они просто взяли там веточки типа и этого ярни там качали и смотрели ну да наверное ну просто ты иногда не понимаешь логику тебя это бесит раздражает и ты думаешь да блять ты пошёл на всё в жопу но при этом игра очень красивая и реально очень клёвая ну вот хер знает не знаю я бы на самом деле не рекомендовал бы её сейчас покупать я бы рекомендовал вам дождаться либо скидки в каком-нибудь там PSN либо не знаю я кстати подожду реально какой-нибудь скидки чтобы она там и рублей за 500 отдавали там или даже меньше ну вот на ПКшеньке ты можешь её купить рублей по-моему за 400 если она не ошибаюсь сколько стоит за тысячу тысячу охуеть просто слушайте я должен купить себе ещё ПК за 400 тысяч чтобы играть на нём ну кстати вот я не знаю не смотрел требования но судя по тому как орёт моя PS4 когда она её запускает видимо там что-то очень хорошее а ты знаешь я тебе скажу интересно это не зависит от игры потому что вот например на Destiny или на даже там я не знаю да чуваки на ордере она не орёт но при этом она орёт на других игрок запускаешь ордер ну вот я не знаю как это связано на самом деле мне всегда казалось что это чем мощнее грубо говоря графон чем сильнее напрягается процесс да ну видимо может не оптимизирован но в любом случае для детей в игру наверное играть будет достаточно сложно ну поскольку тут есть такие загадки которые исключительно на реакцию да то есть куда-то там прыгнешь где-то там застрял не застрял и это всё мне вот игра вся а вся игра напоминает мне один большой физический пазл из Half-Life 2 когда ты кирпичи складываешь на подставочку чтобы с одной стороны на другую перепрыгнуть если вы помните вот здесь то же самое только с верёвками вот просто блять играешь и думаешь ну блять заебись я-то ожидал что будет какое-то такое волшебное приключение там этот херня там пойдёт там в лесу потеряется ещё какая-то херня с ней случится волк сожрёт ещё что-то нет здесь ты ходишь по дому в доме висят фотографии ты в каждую фотографию заходишь ну как бы восстанавливаешь воспоминания бабушки этого ярни и каждая локация она отдельно вообще себе представляет абсолютно что-то отдельное то есть там есть локация лес есть локация там задний двор есть локация там не знаю там пирс и прочее прочее то есть вот разный набор такие а потом ты опять появляешься в этом доме типа допрыгни до следующей фотографии и там зайди ещё в какой-то уровень ну то есть я такой играю думаю ну блять мне чего-то здесь не хватает ну вот как-то так не знаю я играл в sonic 3 и там было всё то же самое только дома не было но ты тоже переходил из локации на локацию и тоже на реакцию было не было верёвки понимаешь ты бесящий верёвка это это главный элемент игр да это новый лук я не хочу сказать что он ревел говном я просто говорю мне не особо зашла она вот у меня такие одни впечатления может просто дзена там не достиг нужного уровня ну может быть как бы ну в общем чуваки диммин вердикт такой что покупайте со скидкой берите там бесплатно только не пирайте а то того чувака жалко вот как бы ну игра реально на любите он работает в я он закалённый а всего лишь 6 лет назад он был таким здоровый человек в кругу семьи сначала выпивал редко и понемногу затем случайные собутыльники безболие привычка распущенность и вот уже нет семьи и сам он на последней грани среди таких же слабых людей которые добровольно довели себя до безумия кстати о говноедах в общем айфон как вы знаете можешь прекратить пожалуйста пожалуйста прекрати мне задолбало эту перебивку кстати о говноедах кстати о пидорасах так в общем айфон новости яблочной компании новости яблочной компании давай давай буквально сегодня-вчера как бы нашли новую уязвимость во всех ios устройствах которые на 64 битных процессорах то есть это айфон 5s и все так скажем ему ну такие типа своевременные вместе с ним устройства которые вышли вот в общем в чем прикол дело в том что это замечательное устройство будь то ipod touch ipad или айфон его можно брикнуть каким образом вы берете идете в настройки времени превратить в кирпич да и ставите 1 января 1970 года после чего если вы выключите телефон или перезагрузите его то он больше не включится он зависнет на этапе яблока он зависнет в 70-х на вечно он зависнет в 70-х на вечно он лизнет таки этот lsd и блин вы прям нарываетесь на роскомнадзор серьезно в этом выпуске и в общем смысл в том что даже как бы дфу режим вообще известный как бы кто там джилл брейкл наверняка про него знает режим рестора и любые другие вещи не помогают устройство оно его даже можно ресторнуть на прошивку на новую на другую прошивку на бету но оно зачем я захочу возвращаться в 1970 год на своем 64-битном айфон в 2016 году например для того чтобы этот вопрос не дает мне покоя все таки например максим для того чтобы забрикать телефон твоей жены потому что она тебя например достала как бы ты взял твои бывшие скорее ну кто после этого точно бывший вот в общем смысл в том что единственный способ ахахаха да не парься я свое время наберу вот вы ржете а так и будет вопрос вот в чем что не давайте свой телефон первое как бы никому потому что может кто-нибудь над вами пошутить таким образом второе Если вы вдруг увидите где-то в интернете Кто-то вам напишет, что для того, чтобы вот эта программа Сейчас у вас заработала, нужно поставить 1 января 2070 года Не делайте этого И третье Слушайте, а вот это же 1 января 70 Это не простая дата, это же дата Unix Time Так называемая, по секс-фремя Да Почему оно и висит Да, просто там оно представлено Целым числом, и если ты ставишь 1 января То оно равно нулю, то есть это классическая ошибка Деления на ноль То есть ваш айфон фактически Делится на ноль В общем, объясню Единственный способ, каким образом вы можете вылечить Свой телефон, это должны пойти в сервис И в сервисе вам должны Отсоединить батарейку у телефона Чтобы у него, соответственно, сбросилось время системное И подсоединить эту батарейку обратно Слушай, а они просто не помогают Если, например, ты возьмешь Положишь свой телефон, через какое-то время У него батарейка разрядится Тебе нужно ждать там месяц Не, ну подожди, он вообще не включается Или он просто висит на яблоке? Он висит на яблоке Ну висит на яблоке, это всё равно Экран горит, батарейка тратится То есть он может включить и положить его И он будет лежать там Ты не понимаешь Он как бы, как только у телефона У него есть контроль арпитания специальный Как только у него заканчивается батарейка Как бы до определённого момента Допустим, до одного процента Он отрубает телефон После чего единственная функция, которую он делает Это проверяет, сколько батарейки осталось В ёмкости Да, и отображает на экране В очень маленьком разрешении Ну то есть очень-очень простенько Отображает на экране в течение секунды Что типа надо зарядить Вот, потом он даже не отображает этого Но при этом батарейка ещё не потрачена Ну понятно, то есть в любом случае Тебе не надо нести его в сервис Как мы знаем, здесь ещё одна интересная ошибка Которая была с Apple на этой неделе Это те люди, которые таскали Айфоны с Touch ID То есть это iPhone 5s, iPhone 6 и так далее Они могли попасть на неприятную ошибку Под номером 53 Смысл её в чём? Ваш iPhone, если, допустим, у него меняли кнопку Проверяет при загрузке Оригинальный ли у него Touch ID или неоригинальный Если неоригинальный То по логике компании Apple Это означает, что вы сраный педрилла Который хочет украсть деньги через Apple Pay И телефон просто не грузится Пишет ошибку 53 Это так, но дело в том, что там говорят На самом деле, оказывается, есть вот в чём история Что оказывается Если даже вы не носили в сервис ваш телефон И при этом у вас сломалась кнопка Собственно, Home вместе с Touch ID То в определённый момент Телефон может вам выдать тоже ту самую ошибку 53 Потому что телефон считает, что вы, скорее всего, могли его как-то там наебать И вообще каким-то образом получить доступ к тем данным Которые делаются через Touch ID Которые можно получить доступ через Touch ID У меня даже тут оба Apple-устройства сейчас испугались на фоне Ну, в общем, я думаю, что это некий как бы превентивный механизм Который просто сделан как бы на отъебись Вот, типа, не работает Вот, типа, получи ошибку Вот, а ошибка Тебе телефон почти что брикает Потому что она вытирает тебе всё, что есть на нём Вот, и ты не имеешь доступа вообще ни к чему Проблема, на самом деле, с этой ошибкой Не самая большая Если вспомнить, что, например, на андроиде В приложении Сбербанка Когда-то давным-давно Можно было под рутом Сделать всё, что угодно Перевести себе деньги на другой телефон Просто скачать ваши данные И, собственно говоря, это была проблема не приложения Сбербанка Это было исключительно приложение андроида Проблема была в этом Но, но, слава богу, теперь научились это всё обходить Так что, я думаю, и ошибку 53 научатся обходить И то, что iPhone брикается наверняка Закроют какими-нибудь патчами для iOS новыми Я думаю, что, скорее всего, сделают так Что ты в рамках системы, которая без джилбрейка Ты просто не сможешь поставить эту дату Вот и всё Unix time Да, я думаю, что они сделают Типа, что ты можешь поставить время, допустим Только, допустим, до 2000 года Ну, или там, до 2005 года Ну, то, что ты же не можешь путешествовать пространство Типа назад Во времени Естественно, тебе теоретически Даже теоретически Тебе не нужно ставить время на своём телефоне Которое там меньше, чем текущее Ну, да Вот, поэтому, ну, как бы Хер с ним, я думаю, что закроют, скорее всего Вот и всё Роман Перебежников Штаба Unravel Такая небольшая Firewatch Она, в отличие от Unravel, не издаётся никем крупным Это такой инди-инди-инди Кстати, мы её очень долго ждали Мы её, на самом деле, очень долго ждали Потому что ролик с IGN, он, на самом деле, очень сильно зацепил Игра оказалась, в отличие от Unravel, ровно тем, что ожидалось Это такой интерактивный рассказ С минимальным количеством геймплея и просто офигенными диалогами Вышла она на PS4 и ПК Но на PS4 пока брать её не стоит Потому что она просто отвратительно оптимизирована Если верить людям, которые там играют Как владелец версии на PS4, которую я с удовольствием поиграл Могу сказать следующее Что, чуваки, FPS там в определённые моменты как бы скачет от 5 до 45 Соответственно Устывешь себе, блядь И когда я говорю 5 FPS, я не утрирую и не шучу Я серьёзно говорю про 5 FPS И другое дело, что как бы периодически, когда вы будете проходить сквозь деревья Как бы в разные части локаций У вас будет игра подвисать на секунду То есть на секунду у вас игра будет зависать Просто-напросто вы будете такие, что? Окей, на PS4 не берём, а что про саму игру-то? Сама игра, на самом деле, совершенно офигенный трёхчасовой рассказ Который разворачивается в очень красивых лесах Вайоминга Собственно, я думаю, тормоза отсюда Потому что нам на движке Юнити попытались очень успешно сделать красиво Конечно, потому что в Ведьмаке же там тоже как бы делают лес Но он не такой красивый, да? На самом деле нет Самое главное, что даёт Firewatch Во-первых, он даёт очень цельную интересную детективную историю Которая не содержит в себе мистики, научной фантастики Это просто очень интересный такой детектив про одиночество А во-вторых, это игра, где есть всего два озвученных персонажа И на них строится вся динамика, шикарная динамика Ты сидишь как приклеенный до финальных титров А там ещё есть девушки Ну, всё равно, на самом деле двое, большая часть игры И самое главное, что диалоги между ними Вообще всё, как общение выстроено Как выстроены вот эти переговоры по рации Это чуть ли не самые естественные и человечные диалоги Что были в видеоиграх вообще У меня возникает вопрос В чём смысл игры? То есть ты какой-то человек, который заблудился в лесу? Или в чём прикол? Нет, зачем? Я быстренько объясню Дело в том, что Давай, давай Ты герой 89-го года Который до этого в течение 10 лет Прожил такую вполне себе обычную, спокойную жизнь Среднестатистического американца Ты познакомился с девушкой В баре, вместе с ней учился в университете Вместе с ней жил Потом завёл собаку Начали выработать Она стала учёным Потом получилась такая ситуация Что её перевели в другой город Она начала уезжать в другой город Как бы ты жил в своём городе После чего эту девушку, соответственно, выгоняют с работы И выясняется, что, оказывается, у неё есть психологическое расстройство Из-за того, что у неё психологическое расстройство Которое начинает всё больше и больше и больше ухудшаться Тебе приходится проводить с ней много времени И постепенно эти отношения Они очень сильно разлаживаются И становятся всё более и более тяжёлыми В итоге так получается, что девушка увозит её родители в другую страну А ты остаёшься один И при этом ситуация такая Что ты должен, по идее, поехать вместе с ней Но ты не едешь вместе с ней Ты просто принимаешь предложение о работе лесником И идёшь... Это без спойлера ты сейчас говоришь Нет, это первые три минуты игры Это завязка игры Ты идёшь работать лесником И по идее... Не лесником, а пожарным смотрителем Да, пожарным смотрителем И ты живёшь в башне В нескольких километрах от тебя другая башня В нескольких километрах там ещё есть какой-то пост Но на самом деле всё очень далеко И, грубо говоря, в дне ходьбы от тебя И это непросто дойти И, по сути, ты действительно один Ты один в башне и всё И у тебя есть в одной из башен, которая не очень далеко от тебя Есть девушка, которая периодически тебя консультирует на тему того по рации Что вообще тебе делать здесь Вот, собственно, и это и есть завязка игры Ну, а в чём... Подождите, это всё хорошо Вы рассказываете мне про сюжет Окей, я понял, что рассказ интересный, диалоги замечательные А в чём смысл самой игры-то? Смысл игры в том, что тебе рассказывают, как происходит ситуация в течение лета Как ты, будучи таким пожарным смотрителем, там живёшь И смотришь, не начался ли пожар, а если начался, то пытаешься его пресечь Вдруг Это происходит ситуация всего пару раз Но на самом деле всё строится в основном на диалогах с этой девушкой Которая, как бы, тоже у неё непростая жизнь А заодно ты ходишь по лесу Ты смотришь на старые, как бы, какие-то записи других людей, других рейнджеров, которые там находятся Смотришь на старые пожарные станции, где там тоже, как бы, когда-то жили какие-то люди И пытаешься понять, что произошло вообще здесь, как бы, что... Потому что у леса явно есть какая-то своя тайна Нет, самое главное, что если игру сравнивать и проводить очень простые параллели Игра больше всего похожа на Everybody's Gone to the Rapture То есть это симулятор ходьбы, по сути... Да, это симулятор ходьбы с очень красивым сюжетом, с офигенными диалогами С некоторой долей нелинейности, кстати говоря Потому что завязка, которую озвучил Тимур, может немножко отличаться Если вы другие варианты выберете во вступление Но самое главное, что это по жанру своему То есть если мы говорим про жанр рассказа Это такой реально детектив в лесу про одиночество Вот, и там очень хорошо нагоняется интрига Там разработчики мастерски просто играют на твоем чувстве паранойи И они на самом деле, чем особенно хорош Firewatch, не обсираются в финале Я читал, что есть смысл в самом начале Firewatch убрать галочку в настройке Которая тебе показывает, где ты на карте находишься Ну, не знаю, я бы не советовал Я могу сказать, что я пользовался картой всего два раза Да, картой на самом деле пользуешься пару буквально раз за игру Чтобы просто найтись на местности Ну да, потому что тебе прямо четко говорят Иди туда, а ты не понимаешь вообще, где ты находишься Это да, это действительно есть такой момент Но там на самом деле все более-менее понятно, красиво сделано Потому что ты примерно понимаешь, какой это локация И примерно куда тебе идти Но я бы сказал следующее Что в начале игры вам нужно обязательно поставить, чтобы у вас субтитры отображались Потому что без них будет местами иногда, может быть, тяжело Особенно тем, кто на английском не очень хорошо говорит Она не переведена, да, как я понимаю? Ее обещали перевести в скором времени Что вроде как появится на нескольких языках субтитры В том числе и на русском, тоже обещали Но когда это случится, непонятно И плюс при этом, я объясню еще следующее Например, на PS4 Очень удобно сделано управление местами Объясню Дело в том, что когда ты крутишь камерой Там очень быстро включается акселерация камеры Которая примерно раза в три быстрее, чем обычное твое движение камеры Соответственно, если ты зажимаешь геймстик, например, в левый или в правый, вверх-вниз Посмотри Ты жмешь полсекунды-секунду И у тебя расхуяка начинает еще быстрее камера двигаться И ты, естественно, попадаешь совершенно туда, куда ты хотел попасть Ну, камерой своей И еще другой момент Когда ты зажимаешь кнопку увеличения изображения То есть такой, типа, зум У тебя камера начинает двигаться вообще непредсказуемо совершенно То есть ты, как бы, пытаешься, там, более-менее попасть куда-то В какое-то место посмотреть А у тебя мельчайшее движение твоего стика Как бы приводит к тому, что у тебя, там, реально Градусов на 10 передвигается изображение И это очень-очень-очень неудобно И это все кривизна, реально, как бы, вот того, как сделали игру разработчики Естественно, им, конечно, нужно бы ее доработать И, как бы, выпустить кучу патчей Чем они займутся обязательно Но на ПК, кстати говоря, есть еще одна очень прикольная фишка Которой нет вроде как в PS4-версии Это в определенный момент игры тебе дают Однозарядный пленочный фотоаппарат На PS4 тоже есть, да Есть, да? И, в общем, эти снимки потом можно загрузить И распечатать в реальности И тебе отправят это на почту через сайт разработчик Ну, это какая-то фишка, которой воспользуется Отдай бог, если 10 человек Короче, это все равно Давайте я зарезюмирую Игру-то берем Берем, конечно На ПК Но не на PS4 пока что Но пока не на PS4 В этот момент, знаете, все наши дорогие слушатели Которые сидят на ПК, у которых нет ни одной консоли Хохотали в прошлой теме По поводу Quantum Break Хохотят, да, хохотят сейчас Ну, конечно, 4К Консоли ее бы соснули Кстати говоря, про консоли соснули И ПК Китайские хакеры из группы 3DM Только что, вот буквально мы пишем подкаст Заявили, что у них есть решение Для взлома новой версии Денува Хотя не так давно они заявляли, что не откажут от этой идеи Я устал, я ухожу Сказали раньше китайцы Вот Сказали, что все Ну, ее Денува Все нам нервы вымотало Не можем мы ничего тут ломать Все Нафиг Уходим из профессии А потом все-таки смогли Не смогли Они говорят, что Нашли способ Мы не теряем надежды У нас вроде как появился способ Но еще точно ничего не известно А до этого, неделю назад Они говорили о том, что В принципе, вы знаете, пацаны Что-то сингловые игры на самом деле Ну, блин, ломать Да зачем это нам надо? Давайте, короче, мы все Мы сворачиваемся, нам надоело И они еще сказали, что Давайте посмотрим на продажи Как они изменятся Если мы не станем ломать игру Самое главное Что во всей этой истории интересно Это на самом деле интересно Что такое вообще Денува На реддите И много на каких еще сайтах Сайтах пару недель назад Был выложен очень подробный разбор Того, что вообще из себя представляет Эта революционно непробиваемая защита И на самом деле Результаты весьма стандартны Потому что так называемая Непобедимая Денува Это просто виртуалка 64-битной формации То есть Она делает Ну, то есть Это виртуальная машина Которая бегает В 64-битной среде И фактически копирует Своим поведением Сейф-диск Ну, то есть Не, подожди А что крутится в этой виртуальной машине? Какой-то образ Какой-то программы? Шифрование Шифрование Круется, конечно Подожди То есть ты хочешь мне сказать Что Когда ты запускаешь Экзешник на ПК У тебя фактически Запускается какая-то Виртуальная машина Внутри которой Шифруется экзешник И только потом Его, собственно Результат выводится тебе на экран Грубо говоря Да 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 Именно в чем проблема Со взломом Я понять не могу Проблема заключается в том Что Чтобы взломать эту защиту Тебе надо ее разобрать И Для этого нужен дебаггер Дебаггеров Для 64-битной среды Пока продвинутых нет И Собственно Это очень сильно Сдерживает хакера Подожди В смысле Для 64-битных Нет дебаггеров Это что значит А как же это Подожди Как это в смысле Нету То есть ты хочешь сказать Что получается Что есть Какая-то виртуальная машина Внутри которой Запускается Экзешник 4 Код А Какого-то Определенного дебаггера Для этого кода Нету Да Или так или как Ну по крайней мере Дебаггера достаточно Продвинутого Чтобы вот эту вот Защиту разобрать Ага Вот И Самое интересное Что как только Денува стала Собственно Такой популярной Среди издателей У одного из Опенсорфных дебаггеров На x64 Появился целый форк Чтобы разбирать Денуву Тут вопрос в том Как быстро Они смогут это сделать Поскольку Смотрите По-моему Не взломали Just Cause 3 Если я не ошибаюсь Там взломали Ранние версии А все Более-менее Поздние версии Уже Не взломали Ну вот вопрос В чем большая Разница между Денува 2 И Денува 3 Я вот не могу Понять разницу То есть там Совершенно Денува 5 Сейчас Денува 5 То есть там Совершенно Большая разница В коде Видимо защиты Какой-то Ну видимо Они прикрыли Какую-то дырку Через которую Еще без дебаггера Могли стучаться Пираты Да Скорее всего Там просто была Какая-нибудь дырка Которая позволяла Получить полностью доступ И вообще Как бы ее просто Снять Эту защиту Вот и все Конечно А теперь как бы Дырки этой нету Как бы ты не можешь Просто снять Тебе приходится Уже брутфорсом Ее там как бы Разбирать Я примерно Как это представляю себе Есть некая Виртуальная машина Да В которой ты Запихиваешь код Виртуальная машина Имеет свои собственные Инструкции Которые дебаггер Не улавливает Поскольку Виртуальная машина Может быть написана На чем угодно И инструкции Могут быть совершенно Свои собственные И если хакер Об этом не знает Хер он что напишет И хер какой дебаггер Он придумает В том посте Еще написано Что виртуальная машина Еще и хранят инструкции Там чуть ли не в 10 раз больше Как бы Чем обычная система Ну да Ну то есть Грубо говоря Ты просто Пудришь мозги пиратам Грубо говоря Которые пытаются Какой-то дебаггер Какой-то ерунде подобрать Но проблема в чем Проблема в том Что ну даже если Там будет Не знаю Миллион этих инструкций Когда над тобой Работает такое количество Хакеров Которые пытаются Это взломать В любом случае Они все это переберут Через какое-то время Вот и все Ну а сколько хакеров Работает 10, 20, 30, 40 тысяч Я думаю Что там не так уж Их прям много Особенно Крутые профессионалы Которые реально Этим занимаются Это да Поэтому короче Давайте проденовую Закончим В общем я думаю Что здесь Непробиваемых защит Не бывает Непробиваемых не бывает Здесь вопрос действительно Как бы Гонки Как это говорится Там это бронежилеты И патроны Это все понятно Непробиваемых не бывает Но можно настолько сильно Усложнить программисту жизнь Что у него просто Будут руки опускаться И видимо Вот эти китайские хакеры Именно так Через вот эти Через все стадии Там боль Унижение Зачарование Отрицание Принятие Вот они через эти стадии Сейчас проходят Потому что Две недели назад Они сообщали Что уже близки К тому Что выпустить крэк Неделю назад Они говорят Что мы хер что сделаем Буквально На этой неделе Они сообщают Что Вы знаете пацаны Мы больше сингл игр Взломывать не будем И вот сегодня Они говорят Что Ну мы уже Что-то там нащупали Ну блять Хер знает Когда у нас получится Так что ждите И вот реально Это все пять стадий Они через них проходят Просто гнев Отрицание Там и проще Ну в итоге Они скажут Типа чуваки Покупайте игры В стиме По цене овса Как это делаем Все мы Вообще-то Это все для тебя Эти сиськи Оргазм Фальшивый Но для тебя Чтобы в кинотеатр сводил Чтобы там На последнем ряду Ты мне хуй пощупала А мне может Не надо хуй щупать Я не могу Вы уже все с ума Посходили Вот с этим сексом В мире Все друг другу Хуи щупают Не кино смотрят Блять А хуи щупают И другие места Тоже щупают А вот вышла Из кинотеатра А там первый снег Ты че с ума сошел? Сам свой хуй лечи Ну ты ж сама хотела Как более реалистично Поиграли блять Теперь сам себя буду лечить Игры в стиме По цене овса Тема нашего Следующего обсуждения Мне кажется На самом деле Вообще Весь подкаст Сегодня посвящен этому Слушайте А мы в самом начале Скажем что мы Подкаст не про игры Че за херня Ну так вот Мы же не про игры Короче Икском 2 Симулятор таблички В Excel Не на самом деле Икском 2 Это как Икском 1 Только 2 То есть подожди То есть запускается Виртуальная машина Икском 2 Внутри которой Крутится Икском 1 Да Да это та самая игра В которой ты подходишь Вплотную к инопланетянину Как бы с супер Раскачанным ветераном Солдатом Который просто Супер гипер солдат И ты берешь Гигантский блин Пулемет Такой что вообще Там просто выкашивает Перед собой Просто на 100 метров Вокруг Все выкашивает Целишься в голову Пришельцу Твой пулемет Аж моделька Его входит В модельку Как бы Головы пришельца И тебе говорят 65% попадания Потом ты запускаешь Анимацию попадания И ты реально промахиваешься Потому что Все твои патроны Падаешь в стену Блять Твои патроны Летят везде вокруг Но только не в пришельце А потому что У пришельца в голове Ничего нет Да Макс А теперь серьезно Давай А теперь серьезно На самом деле Икском 2 Это такой идеальный сиквел Сделанный по всем правильным рецептам Такого рода игр Больше Лучше Графика в 10 раз красивше Тактика в 10 раз интереснее Сюжет есть И он даже интересный И самое главное Что игра От многих своих недостатков На самом деле избавилась Несмотря на то Что она все еще Не прекращает быть Тактикой Которая кидает кубики За экраном Отсюда и берутся Эти чудесные 65% При стрельбе в упор Тем не менее В игре Во-первых Самое главное Что появилось Это меня очень порадовало Это генерация уровней Рандомная Потому что Раньше как было У тебя было Несколько карт Локаций На весь Икском И их было Сравнительно мало И уже в середине игры Ты их все выучивал Наизусть И они были сделаны Вручную Если честно Когда я играл В первый Икском Мне реально казалось На самом деле Поскольку я Играл в огромное количество Как бы там Рандомных энкаунтеров Которые появлялись Вообще Вот просто так Мне реально казалось Что карты Сгенерированы Как бы не вручную А случайным образом Потому что Я встречал очень часто Карты похожие Друг на друга Но все равно разные Там на самом деле Может какой-то Заданный паттерн был Но на самом деле Паттернов этих Было очень мало И многие карты Если не один в один Разучивал То они очень быстро Приедались В Икскоме 2 Во-первых Сами карты Стали больше У них появилась Высокая этажность До трех До четырех Уровней Сами декорации Стали гораздо богаче И поэтому Вот за мое Прохождение Сорока часовое Я ни разу не видел Каких-то локаций Которые бы повторялись Очень часто А некоторые Открывал даже Для себя Ближе к концу игры Потом Сама тактика Стала гораздо Более честной Но в то же время Сложной То есть Теперь Пришельцы Стали сильнее Причем С точки зрения Например Псионики Они могут брать Твоих солдат Под контроль Уже начиная С первых уровней И Теперь надо играть Как-то более аккуратно И с точки зрения Вот Того Как ты входишь В игру Она стала Больше похожа Извини Не могу не пишеть Как игра Входит в тебя В общем Суть Вся в том Что Сама игра Стала очень похожа На такой ПКшный Тактический вариант Dark Souls Она сложная Она достаточно Загебистая Местами Там есть Уровни Где ты просто Жутко материшься И грузишься С сейва Десять раз Но она Весьма честна И Многие элементы Базы Которые переделали Во второй части Они больше не отвлекают Тебя непосредственно От тактики То есть У тебя Гораздо меньше Микроменеджмента Ты больше Не скачешь Как юла По карте Никуда не успевая В суставу Более логичную Структуру Но при всем При этом У игры Есть проблемы И некоторые Проблемы Весьма серьезные Прежде чем Она вообще Доберется До приставок В чем Я не сомневаюсь Во первых Это вообще Это современный Тренд Любая игра Она просто Обязана выйти Сырой Такой Недоделанной 50 тысяч Патчей Чтобы вышло Да А третья проблема Она касается Вот собственно То чего Упоминал Тимур В самом начале Она касается Некоторых Кубиков Которые За тебя Бросает Игра Я не знаю Честно говоря Какой рецепт Здесь предложить Но С одной стороны У тебя есть Очень честная Тактическая Игра А с другой Стороны На этапе Фазы стрельбы Она эту честность Куда-то Отбрасывает В сторону И Например Снайпер Который Имеет Идеальное Фланговое Прикрытие Который Заходит Врагу Сбоку У него Прокачан Уровень Майор Он Значит Стреляет Из очень Ебовой Плазменной Снайперской Винтовки И у него Шанс попадания 95 И он Мажет С двух Сейвов То есть Получается Что Это не настоящие Цифры Симулятор Таблички Тебя подвел Поделил На ноль Да 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 И собственно Те ведра Кубов Которые кидает Игра Где-то там За экраном Она Эти ведра Не очень тебе Очевидны И ты постоянно Бесишься Излишься Не на себя Потому что Ты-то все Правильно Сделал Просто Игра Тебе Выбросила Не те Кубики И по Большому Счету Они Не Избавили Боевку XCOM 2 От той Проблемы Которая Всегда Была В играх Такого Жанра Это Сейв Гриффин То есть Когда Ты Сейвишься И постоянно Грузишься С квиксейва Пока Тебе Не выпадут Нужные Кубики Слушай Ну не знаю Я могу тебе Сказать Что например Такой Проблемы У меня Практически Не было В Fallout 2 Например Понимаешь Ты подходишь К чуваку 95% Самый худший Результат Который Ты получаешь Это 85% По голове И в глаза Во Понимаешь В глаза 85% Это самый худший Результат Который Ты получаешь И то в основном Ты всегда попадаешь Понимаешь Вот в Fallout 2 Этого всего Не было Слушайте Это в XCOM Который Был Подносом Старый Там такого Не было То есть Понимаешь Как они Делали систему Что она Дает Такой Плохой Результат Ну вот Как есть Так есть Но это Все пачется В любом случае Брать ли ее Сейчас на ПК Если вы Не фанат Тактических Игр И вам Не принципиально Платформа Я думаю Сейчас Прям не стоит Стоит подождать Пока ее анонсируют Под приставки Пока там Допилят Часть Техническую И там Очень много Помарок Стоит ли ее Брать Если вы Любите Тактические Игры Ну наверное Вы ее уже Купили Что вам Это рассказывает Уже прошли И можете Рассказать про нее Больше чем мы В любом случае Я всегда считал Что XCOM Это симулятор Пиздеца А здесь видимо Пиздец В квадрате Не знаю Я вот хотел Взять ее на маке Но что-то они там Очень сильно Загнули Да на маке Отвратительная Оптимизация Совершенно То есть Вот я играл На своем MacBook Pro На минималках И Она шла Там минимально Ну блин Чувак Симулятор ходьбы Короче Понятно Да В общем на macOS Это действительно Симулятор ходьбы Ну подождем Тогда Каких-нибудь там Нормальных патчей Репаков И прочее Может быть Заодно заработает Ну или конечно Я думаю Что E3 Скорее всего Надо ждать Где анонсируют Скорее всего Приставочную версию Учитывая Что очень многие В том числе Вот ты Макс Говорил о том Что она реально По управлению Тому же самому Явно сделана С намеком На геймпад Там чувствуется И в камере И в управлении В интерфейсе Даже там чувствуется Геймпад Потому что На ДПК Не нужны такие Иконские Большие иконки А ты же знаешь Да что она поддерживает Да стим контроллер Я тоже поржал Три с половиной Идиота Которые его купили Наконец-то Смогут во что-то Поиграть Не надо Димка нормальный Страшно Очень страшно Мы не знаем Что это такое Если бы мы знали Что это такое Мы не знаем Что это такое Мы конечно При своем При своей необразованности Можем даже предположить Что это диверсия какая-то Только вот так Вот как они передвигаются Они подпрыгивают И вот подпрыгивают Как Ну как бложка допустим Подпрыгнула И вот таким образом Они передвигаются Только так Или же ветер разносит Компания Microsoft Наша любимая компания Microsoft Если вы по этому подкасту Не догадались Она самая любимая у нас Да Точнее Ее китайское отделение Microsoft Research Произвели небольшой эксперимент Они взяли китайский интернет И взяли девушку И запустили девушку В китайский интернет А девушка была к такому Не готова Да А если уж честно То и китайский интернет Был к этому Тоже не очень готов Как бы И в общем Все эти самые мужики Которые как бы С ней общались В том числе Другие как бы Особи женского поля Но не девушки В общем Они как бы все Как-то очень странно Себе реагировали Как бы сначала Все нормально общались 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 А потом говорят Ну нормально Общались Да Ну не хао Вот А потом А потом выяснилось Что на самом деле Девушка-то никакая не девушка А вообще Чат-бот Который как бы Построен на искусственном интеллекте И вообще Очень круто Подтягивает под себя данные И как бы Соответственно Воспринимает Вообще Кто с ней разговаривает Как с ней разговаривает Какие конструкции Использует И прочее И она велась Настолько реалистично Что на самом деле Как бы Сами даже Вот люди Из Microsoft Research Они были безумно удивлены И уж не говоря о китайцах Которые как бы Вели рекордные 10-20 минут Разговора С чат-ботом Прежде чем Понимали Что это не человек Причем Microsoft Настаивает на том Что как бы Этот успех Как бы Ну Им удалось его достигнуть Только С помощью того Что Они по сути Заставили бота Общаться на маленькие темы Так называемый Smoke talk То есть Бот Начинал говорить Про погоду Про еще какую-нибудь Фигню Как бы там Вообще О Вот у меня там Типа Голова болит И прочее Типа Вот что-то Как бы Вот сейчас там Типа У меня работа фиговая И так далее То есть это Симулятор жены Симулятор жены Да Короче И в общем Мне то что Я то Я не женат В общем Тут в чем прикол Что как бы Реально Вот именно Возможность Поговорить Как бы На какие-то такие Прям совсем-совсем Человеческие Такие темы Такие очень простые Как повседневные Которые как бы Используют люди Вот обычные Как бы вообще В совершенно простейшем разговоре Когда угодно В любой ситуации Именно Это качество Позволило боту Стать настолько реалистичным И Они Вот люди Обычные Которые с ним общались Они очень долго Не могли распознать В нем Именно Нечеловечность То есть то что Это машина Шансы Китайского Анона Найти себе Ламповую Тян Не просто Нулевые А отрицательные Но на самом деле Помнишь Дима В такие темные Темные Диалапные Времена Были диски С Варизом И там были Такие Чат девушки Да И причем Не просто Чат девушки А были программы Которые в принципе Эмулировали разговор Любой И чем больше Ты с ними разговаривал Тем больше Она набирала словарь И тем осмысленнее Становились диалоги С ней Но на самом деле Если это все Делалось по Некой базе Которая Ну Грубо говоря Поисковик Бинг находил Да То надо было Спросить Прямо сразу же Девушка А что вы думаете О волнениях На площади Тянь Амэнь В июне Восемьдесят деватого Года Информация Блокет Блокет Наряд уже Выехал Сучка До того Приехали И в Китае На самом деле Это одна из тех тем Которая в принципе Не должна Появляться В поисковиках Вот Если вам интересно Можете Танкмен Написать В гугле Поймете О чем речь Но тут Вопрос в другом Я подойду Опять все таки С технологической части Ко всей этой истории Дело в том Что С этим ботом С помощью Сервисов WeChat И Weibo Которая Безумно Популярна В Китае Пообщалось Гигантское Количество Людей Там В общей сложности Несколько миллионов Разговоров Было сделано И считается Что вообще В принципе Вот этот эксперимент Является Одним из самых Успешных И эффективных Вообще Так скажем Тестов Тюринга Потому что Ни разу До этого Не было Такой ситуации Чтобы нормальный Мощный Чат-бот Разговаривал С обычными Непонимающими Людьми Которые Не знают С кем Они разговаривают В таком количестве Потому что В основном Все чат-боты Которые существуют На данный момент Они всегда Общаются С людьми Тогда Когда люди Знают Что рядом Рядом с ними Не человек А чат-бот То же самое Например Сейчас происходит В тестовом режиме С чат-ботом Фейсбука Который Называется М И он Примерно Работает Как из Сири Только Еще более Эффективный Он позволяет Бронировать Билеты И прочие Всякие вещи Такие делают Но люди Всегда знают Как из Сири Как из М Как из Амазон Алекса Когда люди Разговаривают Они понимают Что это все-таки Аи А как зовут Эту девочку Сяо Айс Это ее имя Или это название Чат-бот Ну как бы Такое имя Которое вполне Подходит И китайское Какое-нибудь Карине Первая же Фраза Которую Ей отправляли Вейботом Сяо Айс Привет Ты такая хорошая Милая девочка Хочешь увидеть Сперму На своем лице А? В общем Пришло время Другого великого Эксперимента Надо запустить В китайский интернет Стример Шикарин Здравствуйте Это погода На СПС В студии Лариса Сладкова Сейчас я вам расскажу Чем порадует И огорчит Наша капризная Февральская погода В четверг В нашем городе Переменная облачность Без осадков Температура воздуха Ночью Минус 8,10 Днем Ноль, минус 2 Ветер западный С переходом На северо-западный 4,8 метров Всех И в гостях у нас сегодня Старший программист Старший фото-блогер Такого малоизвестного сайта Как Галенкин.ком Да Угадайте фамилию Да Сегодня мы поговорим Немножечко о статистике Если ты не против Да Потому что Нам тут попали Такие Довольно Странные цифры В руки Которые нам Говорят о том Что ПК-гейминг В общем-то Даже не думал умирать А наоборот Растет и растет Вот Но не в стиле А консоли Как известно Соснули Да Консольки Немножечко Не так Вот Хорошо растут Короче говоря Цифры следующие В Доте Общее количество Игроков Одновременно Все время там падает То поднимается Но в любом случае Составляет где-то 1 миллион И 100 тысяч человек Одновременно В среднем В Дестине Инфа старая Но тем не менее Где-то 3,5 миллиона 3,2 Пардон 3,2 миллиона Но в Лоле 7,5 миллионов Человек одновременно Играет Соответственно Подождите Ты говоришь сейчас мне Что в Дестине 3,5 миллиона CCU Или МАУ Да Вот ты бы Начал давай Для наших случаев Расскажешь Что такое CCU И МАУ Я думаю Кстати Вот такая Маленькая ремарка Что в Дестине Скорее всего Судя по статистике Например Того же самого Какого-нибудь там Call of Duty Или же там Battlefield Скорее всего CCU Составляет где-то На всех платформах Четырех сразу Я думаю Около миллиона человек Нет Я думаю Что CCU В Дестине Гораздо меньше И Я думаю Что речь Когда мы говорим Про 3 миллиона Это мы говорим Про DAO Или про МАУ Даже Ну вряд ли МАУ Конечно Все-таки Игра популярная Но может быть Дау Давайте Немножко по терминологии Да Это такие Простые базовые вещи То есть Есть количество Пользователей в игре Количество Регистрированных аккаунтов Оно не говорит Ровно ни о чем Кроме того Что у игры был Хороший Хороший маркетинг В какой-то момент И поэтому Нормальные люди Им не хвастаются Хотя Цифры получаются Большие Поэтому можно посмотреть Часто там Компании выкатывают Вот у нас 100 миллионов чек У нас 200 миллионов чек У нас 400 миллионов чек Ни о чем не говорит Эти цифры можно игнорировать Более важные цифры Это МАУ ДАУ и СИСИЮ МАУ это месячная Активная аудитория То есть количество игроков Которые в этот месяц Заходили в игру ДАУ это дневная Активная аудитория Количество игроков Которые в среднем В день заходят в игру За какой-то период Обычно там Указывается ДАУ За последний месяц Средний И СИСИЮ Это количество игроков Которые играют Одновременно Обычно указывается Пиковое значение СИСИЮ За прошедший месяц То есть сколько человек Играло в пике То есть если говорят что там пиковая CCU — это миллион человек, то, скажем, там, среди ночи, там, в 3-4 часа утра это количество могло быть там 100 тысяч человек, а не миллион. Но говорят пиковая, потому что нагрузка самая важная — это пиковая нагрузка, естественно. — Ну смотри, данные по Destiny, они на самом деле после релиза Taking King, то есть это где-то, наверное, ноябрь. — Ну там был очевидный, да. — Там был очевидный пик, да. То есть сейчас, ну, судя по субъективным ощущениям, народ там, конечно, меньше намного. Но, тем не менее, мне вот хотелось понять, вообще, в принципе, такие цифры, как 3-2 миллиона, это много или мало? Поскольку вот я сравниваю, например, с Dota, и там всего 1,1 миллиона. То есть, хотя казалось бы... — Ты говоришь, я сейчас сравниваю пиковая CCU с Мау. Я верю, что у Taking King было пиковая CCU, потому что игра только вышла, и консольные игроки, аудитория очень быстро вовлекаемая, и там вот технологий-сикеров, людей, которые прыгают от игры к игре больше, и поэтому я верю, что там в момент запуска у них было такое CCU. Вопрос, есть ли у них такое CCU сейчас? Вот это самый важный вопрос. Удерживаются ли игроки вот на таком уровне вовлеченности? Ну, понятно, что на таком уровне вовлеченности нет, вопрос, на каком уровне они удерживаются? Я думаю, что меньше миллиона. CCU я не верю. — Сейчас, на самом деле, просто понимаешь, там еще уже 4 платформы, по сути, да, потому что PS3 и Xbox 360 довольно популярны до сих пор, вот Destiny и люди играют, плюс, соответственно, PS4 и Xbox One. И там людей сейчас намного меньше, чем было раньше, но я думаю, что еще, например, там месяца два назад миллион-полтора было точно, как бы у CCU на всех 4 платформах одновременно, там, допустим, в какое-нибудь суперпиковое время, типа США, там, день. — Ну, в любом случае, я просто пытаюсь сказать, что пока у нас цифр нет, это все догадки. И вот если бы у нас были цифры, это был бы гораздо более предметный разговор, чем сейчас. То есть мы и знаем точные цифры. Мы знаем по Dota, мы знаем точные цифры по CSGO, по Steam, в принципе. Мы знаем какие-то цифры по Lola, потому что они периодически их озвучивают, хотя перестали, потому что там идет падение, и, соответственно, они не хотят показывать, что есть падение. Вот эти цифры, которыми мы можем оперировать. По Destiny — это все догадки. Когда люди говорят пиковое значение в момент выхода аддона, ну, извините, ребята, в момент выхода аддона у любой игры большие пиковые значения. Там у XCOM огромное количество одновременно играющих игроков в день выхода. Ну, XCOM второго. Но будут ли эти игроки там играть через месяц, через два? Нет, скорее всего, не будут. Если мы говорим про онлайновую игру, то это параметр очень важный. Если мы говорим про оффлайновую игру, то, конечно, кого волнует, они деньги уже заплатили. Да, правда. Кстати, вот раз уж мы начали о цифрах, то нас не все слушатели могут знать, но ты у нас основатель суперкрутового проекта под названием Steam Spy, который отслеживает огромное количество статистики по Steam. Вот скажи мне, пожалуйста, вообще много ли времени у тебя занимает этот проект? И если вот как-то ты им занимаешься, то помогает ли тебе кто-то, или ты все-таки делаешь вообще все сам полностью? Ну, в принципе, я делаю все сам. Помогает Миша Кузьмин с администрированием сервера очень сильно, то есть все крутится на его сервере, если что, он там чинит, правит. Код я пишу весь сам. Федерически помогает Антон Савченко там с некоторыми идеями, но кода пока он не писал, который крутится. Ну, собственно, да, большая часть, 95%, наверное, я делаю. А вот вообще много ли у тебя это занимает времени, и как ты его находишь вообще на это? Ну, когда я его писал, вот была активная стадия разработки, то я все выходные за ним проводил, и все вечера. Сейчас поменьше, то есть сейчас я на выходных захожу, там что-то правлю, что-то дописываю. Сейчас у меня просто очень большая загрузка по работе получилась, знаешь, по 70-80 часов, как снова молодой. Поэтому сейчас я немножко приостановился. Но у меня там куча запросов, чего надо сделать, и я думаю, как чуть выдохну, вот с переходом на мою работу, я опять войду в активную стадию. Ну, я смотрю, ты все время что-то прикручиваешь. Там, например, всякие истории, связанные там с анализом упоминаемости, там, допустим, в интернете, там, на ютубе популярность, там, и прочее. Вот. Ты вообще вот эти все функции просто сам по себе выдумываешь, и они тебе приходят в голову, или же вот кто-то, ну, там, тебе советуют, говорят, давай вот это прикрутим, например. Ну, скорее я больше придумываю, потому что я знаю, вот что мне хочется узнать. Мне хочется узнать вот это. Я пошел и прикрутил. Периодически приходит идея других людей, вот мы хотим вот это узнать. Я думаю, да, это было бы действительно прикольно узнать. И прикручиваю. Вот сейчас у меня там есть идея по анализу аудитории, и хочу, условно говоря, построить карту между CS GO и DOT, для людей, которые играют в то и другое, и попытаться понять, какие там хит-зоны, как, ну, короче, хит-мап сделать по... По странам. На основе скатерчарта, да, нет, не по странам, на основе скатерчарта, вот попытаться разбить аудиторию игроков, которые играют в то и другое, а половина игроков в контры играют в доту, попытаться понять, как вот они распределяются. То есть, есть ли группа, где много игроков, где игрок играет многое в то и в другое, есть ли группа, где игроки перетекли из контры в доту, и наоборот, вот я попытаюсь вот это все выяснить. просто интересно, как две онлайн-игры могут существовать вместе в жизни одного человека. И это там две игры, которые мне проще всего доступны для исследования в данный момент. Вообще, было бы, конечно, интересно узнать, и я думаю, что эта информация была бы полезна, и Valve и вообще СМИ могли бы вполне вообще подхватить эту историю. Потому что это же популярная история. СМИ активно подхватывают, в принципе. Вот скажи, кстати, в принципе, вот Steam Spy, как бы, у него такое, я смотрю, противоречивое отношение, отчасти, вот, как бы, вот я слышал различные истории, как у тебя вообще очень схвалят тебе разработчики различные, там, типа, и инди, и большие, как бы, и, вот, издатели. А вот, в принципе, как бы, реакция, как бы, в целом, она больше позитивная или негативная на Steam Spy? В основном позитивная. То есть, есть пара человек, которые, вот, творцы-творцы, то есть, делают всякую совсем чокнутую индюшатину, там, и им цифры, они считают, что цифры — это зло, что главное — это видение артиста, как вот художник видит, вот, все остальные цифры ему только мешают. Я с этим совершенно не согласен, я считаю, что это бред силой кобылы, что если человеку мешают цифры, это означает, что у него что-то не то, ну, с головой. Цифры всегда полезны, другое дело, что человек должен принимать решение, информированное, на мой взгляд. То есть, да, может быть, у тебя уникальный проект, по которому цифр нет. Окей, но ты убедись, что цифр по этому проекту нет, по аудитории такой раньше не было, убедился и можешь делать. Если же ты бросаешься в омут с головой и считаешь, что вот у твоего инди-платформера с ретро-графикой 8-битного раньше аналогов не было, то ты просто дурак. Ну, проверь перед тем, как что-то делать, были ли аналоги, чему можно научиться у людей, которые были до тебя. Я очень сильно верю в эволюцию, и я считаю, что вот игры у нас развиваются с сильно эволюционным подходом. То есть у нас, хотя снаружи кажется, что это не так, но у нас не было ни одной реально революционной игры. Все игры революционные, которые считаются массами революционными, это все игры были эволюцией чужих идей. Просто сделаны правильно. World of Warcraft, извините, клон EverQuest. EverQuest, клон Ultima Online. Ultima Online, клон Neverwinter'а оригинального. Minecraft, клон. League of Legends, клон. World of Tanks, клон. Все клоны. Все развитие чужих идей. Это потому, что так работает эволюция, так и надо работать. Ты должен брать чужие идеи и делать их лучше. Потому что если ты будешь сидеть и выдумывать что-то в вакууме, скорее всего, у тебя хорошего ничего не получится. И я не знаю ни одного примера успешной коммерческой игры, которая не заимствовала бы, не училась бы на чужих ошибках. Учиться на своих ошибках очень дорого. У нас просто жизни столько нету, чтобы на своих ошибках научиться делать что-то гениальное. Надо учиться на чужих, когда есть такая возможность. Это правда, на самом деле. Но будем надеяться, что все-таки Steam Spy поможет как раз таки людям понять, действительно делать, как бы проект делать и так далее. А вот скажи мне, ты не так давно выкладывал замечательные данные по поводу продаж на ПК, в консолях и на мобильных платформах. Причем там были даже не продажи, а топ-гроссинг, по сути, да? Да-да-да. Вообще. Если что, топ-гроссинг, там циферки не совсем верные. Я по тем проектам, по которым я знаю цифры, на PC там еще... Ну вот и наш как раз таки, я хотел спросить о том, что там отчасти противоречивые данные, как бы с одной стороны, с, так скажем, эстетической истории, да, как бы, потому что, например, вот ПК, ПК рейтинг там, да, в нем, по сути всего, одна, как бы обычная такая, стандартном понимании игра, это GTA V. Все остальные игры, это как бы, так или иначе, это eSport. Ну, то есть там, там CS... Я бы и не согласен со словом, я не согласен со словом обычная игра. Я считаю, что у нас есть прослойка игроков, которые считают обычной игрой игру сингловую. В то время как обычная игра, вот на протяжении всего, всей истории человечества, это была игра, где ты играешь с другими людьми. Мультифлеер, да, прятки. Да, игра, это была игра с другими людьми. Потом у нас появилась прослойка игр, когда компьютеры просто не могли в сетевой режим, ну, просто был период такой небольшой. У нас появилась прослойка игр, которые стали однопользовательскими. Это хорошие игры, это здорово, но это как раз не обычные игры. Обычные игры, это игры с другими людьми. Ну, теоретически, да, но здесь вот вопрос как раз состоит в следующем, что так или иначе, например, на консолях, да, не популярен какой-нибудь там Warframe, да, и он не является... Почему? Warframe отлично зарабатывает на консолях. Я бы поспорил. Но он же не является топ-гроссинг, по сути, игрой, как бы, и зарабатывает, например, больше, чем Call of Duty. Это же ведь не так. Нет, он не зарабатывает больше, чем Call of Duty, потому что консольная аудитория немножко отличается от аудитории на PC. И вот то преимущество, которое тебе дает фри-то-плей на PC, что тебе не надо платить денег, можно попробовать игру. Его на консолях нет, потому что тебе надо заплатить 500 долларов, извините, чтобы попробовать игру. Ну да. И не забудь заплатить либо за Xbox Live, либо за PlayStation. PlayStation разрешает играть фри-то-плей без подписки. Xbox нет. Кстати, да. То есть тут не все не так плохо, но 500 долларов все равно тебе заплатить надо. И это гораздо больший барьер, чем 60 долларов за игру. Вот, кстати, еще такой вопрос у меня возник, то, что в этом рейтинге, например, среди консолей там были цифровые, по сути, продажи. Да, это были только цифровые продажи. А как мы знаем, ведь цифровые продажи составляют около примерно одну десятую от ритейловых продаж. 27%. Ну вот и плюс при этом там же еще не учитываются всякие там продажи DLC. Ну, по сути, то, что... Учитываются как раз. 27%. Да, на консолях сейчас, ну, плюс-минус 27% цифра к ритейлу. И это с учетом, конечно, DLC. То есть это не продажи, я купил загружаемую игру. Это в том числе я купил игру в розницу, но потом пошел и купил для нее DLC с костюмчиками в PSN Story. Примерно 27% по деньгам получается. И эта доля растет. Интересно, надо помнить. Потому что, если честно, как бы вот не так давно еще, года два назад было 10%. Да, два года назад было 10%, но как бы прогресс не стоит на месте. Это хорошо на самом деле. Но вот у меня такой вопрос, как бы вот, например, учитывается ли в этом топ-гроссинге, например, история, связанная с продажей микротранзакции, которая покупает, покупка, например, внутриигровой валюты. Типа как в YouTube это делается, и там всякие Assassin's Creed и прочее. Конечно, учитывается. Потому что, если мы говорим про копии игр, то по-прежнему основной канал покупки консольных игр – это магазины. И это объясняется на самом деле не только тем, что люди привыкли покупать в магазинах, но и во многом тем, что в магазинах покупать тупо выгоднее. В магазине, во-первых, может быть скидка, которая нет в онлайне, а во-вторых, эту игру потом можно продать. И хотя в России это не очень принято, и в Европе тоже не очень принято, но в Америке продажа бушных игр есть везде абсолютно. Ты в любой магазин заходишь, что ты можешь купить бушную игру. И по-честному, с учетом того, что блёры и диски, они неубиваемые, я не понимаю вообще причины покупать не бушную игру, если есть выбор. Бушная игра всегда дешевле. Ну, это правда, на самом деле. Тем более, что в России, например, в современных реалиях, когда игра стоит 4 тысячи, а уже через месяц ты можешь купить её на Авито за 2,5 или за 2 тысячи, естественно, конечно, здесь выбор вполне очевиден. А потом ещё и продать её в итоге. Да-да-да. Ну, вот у меня ещё, как бы, получается, вот такой вопрос финальный, да, по этой истории, как бы, что вот получается, что в этом рейтинге, если, как бы, грубо говоря, там Call of Duty было написано на тебя, там, около 300, по-моему, миллионов, он заработал, как бы, по сути, в цифре, то если туда добавить весь ритейл, как бы, и то получится, что... Конечно, там гораздо больше цифр, да. Ну, получается, что она, ну, будет примерно сопоставима с крупными ПК-игроками, насколько я понимаю. Да. Ну, то есть там было 1,6 миллионов. И она будет даже больше, чем ПК-игры будут, на самом деле, скорее всего, потому что Call of Duty прям очень хорошо продаётся в ритейле. Но речь не об этом. Смотрите, по деньгам, просто этот рынок EPC, рынок мобильный и рынок консольный, они ориентированы на разные аудитории и на разные модели потребления. Соответственно, хотя по деньгам они сравнимы, плюс-минус, консольный рынок, PC-шный рынок и мобильный рынок, они плюс-минус похожи, если мы считаем только игры, не считаем железки по оборотам. Но модель потребления разная, аудитория разная, поэтому нельзя их сравнивать напрямую. То есть если кому-то хочется померить, то, естественно, вот тут больше денег, то, конечно, можно пойти и помериться тут больше денег. Но это как яблоки с апельсинами сравнивать. Ну, это правда, на самом деле. И ты знаешь, вот у нас такой вопрос к тебе возник по поводу твоего нового места работы. Мы просто не знаем, насколько ты много можешь рассказывать. Мы же все знаем теперь, что ты ушел в Epic Games. И вот такой вопрос. Как тебе вообще там работает, кроме того, что ты сейчас там впасиваешь как ВОУ? И чем ты будешь конкретно заниматься? Парагоном или чем-то еще? Я занимаюсь изданием всех игр в Восточной Европе. Это не только Парагон. Ну, как бы из известных там Unreal Tournament и Fortnite, из анонсированных. Но начинаем с Парагона. Естественно, Парагон ближе всего выходит. Поскольку компания маленькая, всего 300 человек работает во всей компании, я занимаюсь не только этим, я занимаюсь еще немножко другими вещами. Вообще к Epic у них подход немножко другой. Они ощущаются больше как Инди. То есть у людей больше всего, что можно делать. Если ты хочешь что-то делать, никто тебе мешать не будет. То есть хочешь пойти помогать людям с UI-интерфейсом, они с радостью, кто-то еще пришел нам помогать с UI-интерфейсом. Вперед. То есть я нет, я в UI-интерфейсах не разбираюсь, но я видел такие примеры, когда человек с паблишмента приходил и проводил очень много времени с UI-командой, потому что он очень сильно горит UI-интерфейсом. И он хотел, чтобы UI-интерфейс улучшился. Он был готов потратить на это время, чтобы сделать это лучше. Чтобы продукт в итоге был крутой, да? Да. И мне это очень нравится от открытости. Во-первых, все данные открыты по всем проектам. То есть дашборд, которому в некоторых других компаниях имеют доступ только избранные, здесь доступен из интросети. То есть ты заходишь из интросети на этот дашборд и смотришь все цифры по показателям, по всем проектам, включая там Unreal Engine и так далее. И никаких вопросов не возникает. Люди... Во-первых, у тебя сразу много глаз, которые следят за показателями и отмечают какие-то необычные изменения. Во-вторых, просто люди чувствуют, что то, что они делают, они вот дают эффект. Вот я сделал сегодня, не знаю, видеоролик нарисовал. Вот мы смотрим, что у нас сразу же приток прошел после того, как этот ролик случился. Я вижу результат своей работы прямо сразу на цифры. Ты был вроде как на достаточно хорошей должности в Wargaming. Почему ты решил вдруг уйти в Epic? Тебя схантили или предложили лучшее условие? Или ты решил, что пошло все в жопу, пойду в Инди. Относительно Инди. Не, на самом деле в Wargaming очень хорошо работать. Wargaming отличная компания. И вот там без... Это не потому, что, знаешь, там хорошие отношения. Все такое. Реально хорошие отношения. Реально очень интересное место работы. Очень много всего. Мне показалось, что вот челленджа будет в Epic больше. Потому что здесь запускаются новые проекты. В то время как у Wargaming, я тоже работал на самом деле над новыми проектами. Не столько над танками. Там как-то все более уже, знаешь, устаканилось. То есть большая компания работает стабильно. Стабильно выпускает проекты. То есть у нее больше интенсивное развитие, а не экстенсивное, да? Да. А вот здесь есть возможность стоять у истоков вообще совершенного направления. То есть паблишинга же в Epic и нет вообще. Вот мы делаем паблишинг сейчас. И весь паблишинг в Европе сейчас это два человека на данный момент. И это то, что очень сильно привлекает. Это возможность быть у истоков чего-то нового и потенциально очень большого. Кстати, а вот такой интересный вопрос. Он теперь, кстати, напрямую, я так понимаю, к себе тоже относится. Вообще в Японии считается на данный момент, просто как бы я читал на Неогафе и на остальных там форумах, и так далее, что в Японии безумно популярен сейчас Unreal Engine 4 из-за того, что он очень хорошо переведен на японский язык весь мануал и что очень хорошая поддержка на японском языке. И из-за этого как бы они там, соответственно, вообще всячески его сейчас поддерживают. И очень многие компании, которые раньше даже крупные хотели делать свои собственные движки, типа вспоминаем Panteray, например, они в итоге пришли на Unreal Engine 4. И вот наблюдается ли нечто подобное, например, там в Европе или в США, когда вот компании готовы, например, отказаться от какого-нибудь там Unity, да, и перейти там на UE 4? Смотри, я просто работаю здесь не очень давно, поэтому я не знаю всех деталей, и я не в основном движком занимался. Но ситуация, я знаю, что вот Азия и Корея особенно очень активно используют Unreal Engine. Он начинает более активно использоваться в России, Украине, Беларуси, но там другая причина. Там очень много людей, которые знакомы с C++, и для них C-Sharp это костыли, а C++ это вот как надо программировать. Плюс, ну, простая статистика с того же Steam Spy. Если мы посмотрим по копиям игр, вот топы по продажам по копиям игр, то Unreal с Unity примерно поровну идут. То есть, и если мы считаем чисто копии проданных игр на Steam. Но как только мы переходим в категорию собранные деньги на Steam, то в Unreal примерно в 5 раз больше. И самое большое, конечно, свои движки, ну, свой движок и накладывает свои ограничения. И причина в том, что у тебя как бы Unity хороший движок для того, чтобы разработать игры, хороший движок для того, чтобы разрабатывать игры быстро. Но если ты хочешь делать проект, который будет жить долго и который будет зарабатывать, Unreal получается в этом плане чуть более удобный. Раньше у многих компаний не было этого выбора, потому что, ну, собственно, Unreal был дорогой, Unity был дешевый. Сейчас этот выбор появился, и, соответственно, люди переключаются на то, что легче поддерживать то, где есть pipeline нормально и так далее. Ну, круто. Но это хорошая ситуация для всех. То есть, у тебя есть выбор. У тебя нет двух одинаковых движков. У тебя есть несколько разных движков, которые подходят под разные модели разработки. То есть, там, для Инди, которые делают там 3-4 проекта в год и выпустить и забыть, наверное, Unity лучше подходит, потому что на нем именно разработка сама быстрее, если маленький проект. Если большой проект, разработка быстрее на Unreal и поддержка проще на Unreal. Если у тебя что-то там посередине, есть еще амазоновский движок и есть крайтековские движки тоже. Я не знаю, кто ими пользуется. Амазоновский движок, кстати, это же движок, по сути, это CryEngine, да. Да, да. Только с интегрированными вот этими историями сетевыми от AWS, которые Amazon Web Services. Да. И, кроме того, давайте не забывать про там совсем удешательную всякую там Construct, RPG Maker, над которыми, конечно, можно смеяться, но куча игр, успешных, зарабатывающих деньги на них тоже вышла. То есть, вопрос... Да. Вопрос в том, что у тебя движок это средство твоего самовыражения. знаешь, если я хочу пофотографировать, я беру фотоаппарат, я не беру кисточку. Вот, вот то же самое с движками. Для чего-то подходит Unreal, для чего-то подходит и для чего-то констракта достаточно, зачем тебе городить огород. Ну, в общем, будем надеяться, что как бы действительно, раз есть выбор, то люди смогут как бы подобрать под себя то, что им нравится. А вот у E4 я лично желаю успеху, потому что я вижу, как, например, это реально, он на данный момент является таким, знаешь, двигателем японских там проектов. Японских RPG, да. Ну, вот вы смеетесь, как бы, вот геймдизайн в Японии всегда был немножко странный, особенно вот сейчас, когда ты смотришь на все эти RPG и там элементарно как бы они даже траву не могут прикрутить, как бы, да, ну, то есть у них очень плохо с соседами, у них там миллиард полигонов там на одного персонажа, там, да, и как бы совершенно отвратные вообще бэкграунды, как бы, и там локации. Фокус на другой. У них фокус на персонажа, а не на окружение всю жизнь был. Вот да, но при этом я смотрю, что сейчас с помощью Е4 они могут практически автоматом делать как бы хорошие там, например, там, бэкграунды, как бы, локации и так далее. Да, да, и плюс... Просто там нарисовать кисточкой. Куча вещей автоматизируется, куча вещей делается ассетами готовыми, то есть не надо все это делать. Ну, то есть, я имею в виду, там никого же не волнует, что трава должна быть уникальной. Это не главный персонаж. Траву можно взять и с маркета поставить. Самое главное кастомизация. Можно сделать вот эту пиктограммку василькового цвета? Если да, то все, продажи обеспечены. Последний вопрос, Серега, такой, может быть, достаточно теоретический. Вот смотри, Steam Spice смотрит статистику по Steam. Но, в принципе, мы знаем, что есть и другие магазины, там же самое Origin, там Uplay, они хоть и гораздо меньше, но все равно там есть какие-то продажи и прочее. Есть, всякие сайты, которые собирают там бандлы, например, там Humble Bundle, там не знаю, еще что-то. По ним что-то подобное планируется делать или нет? То есть, твои идеи есть какие-то или нет? Я делал сайт для изучения аудитории, а не для изучения продаж. То есть, если мне нужно посмотреть продажи там Ubisoft и Uplay, я могу посмотреть это более простым способом, чем городить целый сайт. И у Steam Spy то, что он показывает продажи, это как бы там побочный продукт. Основная задача была изучение аудитории. А изучать аудиторию лучше всего на платформе, где есть разнообразие игр. То есть, ну изучу я аудиторию там League of Legends, хотя это проще купить исследование, чем городить сайт. Что мне это даст? Ну, это полезно, если я делаю второй League of Legends. Наверное. А вот смотри, если, например, взять тот же самый PSN, да, есть определенное количество профилей, которые можно там спарсить, грубо говоря, посмотреть, в какие игры люди играли и прочее, прочее. На всем этом сделать какой-то сайт, который будет, может быть, не такую четкую статистику к Steam Spy давать, но хоть какую-то. Да, То есть, это в принципе возможно. Да, по-моему, Кайл, кстати, делает это. Вот он, по-моему, собирался как раз для консоли. Для консоли делать это. Есть же проекты всякие типа ExoFace и вот эти все трофейные сайты, да, они же, по сути, точно так же парсят все эти профили, и, например, они, как бы, в виде побочного продукта, как бы, делают то, что ты можешь, по сути, трофеев, например. Да, как бы, и, соответственно, раз они парсят эти данные, они, соответственно, могут понимать, у кого сколько, как бы, допустим, в профилях есть там игр конкретных, да, то можно, получается, и так тоже оценить популярность игр. Да, конечно, можно, абсолютно. Это разумный подход, и, в принципе, это проще сделать на основе сайта, который парсят трофеи, чем на основе, чем делать с нуля. Ну да, аналог с Steam Spy можно вполне сделать таким вот образом. Я знаю, что люди это делают такое, просто у меня времени нет на это все одновременно делать. Я здесь все-таки один, у меня еще работа есть. Ну да, это разумный подход, и такое стоит сделать. Ну ты не думаешь что-нибудь сделать на Steam Spy с ачивками? В Steam же тоже, вроде как, есть ачивки. А, я не вижу смысла, то есть есть очень много сайтов, которые мониторят ачивки, плюс в самом Steam это функция встроенная, я не совсем понимаю, что она даст, когда я ее приключу себе. Ну, например, она максимум позволяет, да, посмотреть, например, кто прошел первую главу в игре, понимаешь, как бы. Да, я понимаю, но это же можно посмотреть, ты вот заходишь на Steam Spy, потом щелкаешь на SteamDB по ссылке и смотришь ту же самую статистику. Если другие люди сделали, зачем я это буду делать? Ну, это просто дублирование. Оно, мне говорят, что было в одном месте, но оно и так в одном месте, оно в интернете. Вот, в одном и том же интернете. Взял, посмотрел. Людям лениво, они хотят вот прям вот, чтобы вообще в одном месте. Слушай, я вижу, что у меня, у меня миллион вкладок я вижу, что люди обычно не заходят дальше первой. Мне вот, например, интересно, иногда я смотрю PlayStation Story или там по ачивкам смотрю, то есть, например, я купил игру, там, не знаю, какую-то, к примеру, Firewatch какой-нибудь. Я смотрю по ачивкам, что APSN показывает глобальную ачивку по всем владельцам игры, которые купили ее. И что, например, игру купили, допустим, какое-то количество человек, их 100%, да, а первую ачивку, которая зарабатывается в течение, там, первого часа игры, заработал только 36% игроков. То есть, вот может быть, как-то на этой основе что-то делать, я не знаю. Да, 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 я согласен, я говорю, что это возможно, и я не вижу здесь никаких сложностей, просто у меня просто времени нет. Тогда такой подход был вполне разумный, если кто-то хочет сделать, делать это, было бы интересно. Сделай, Дима, давай. Ты же программист. Я уже, да, я уже расчехляю по хп. Ну, на самом деле, Сергей, спасибо тебе большое, что уделил нам время. Мы знаем, что ты там вообще сейчас дичейше занят. Было очень приятно с тобой пообщаться. Спасибо, что позвали. Да вообще, если у тебя еще когда-нибудь появится возможность и там особенно поговорить там еще про твою работу в выпеке. подожди, Серег, Серег, скажи чуть матерно, пожалуйста. У меня очки такая. Сейчас Серега скажет, вагон пиписик. Заставить Галенкину матом сказать. Тебе говорит, чик-чик. Заставить меня матом, надо зайти со мной в игру. Вот там я обычно послушаешь меня матом, если что. В общем, будем рады тебя еще как-нибудь увидеть. В общем, ты крутой, ты классный. Спасибо. Ббака. Будущее идет семимильными шагами. Очень смешно звучит в контексте новостей. Ну ладно. Особенно если куда? Короче говоря, американский стартап под названием SuitX, который находится в Беркли, в Калифорнии, придумал первый, ну даже скажем, наверное, не первый, а один из первых коммерческих экзоскелетов, который предназначен для реабилитации людей, которые пережили какую-то травму конечностей. Ну, либо это инвалиды, которые более-менее могут скажем так, шевелить конечностями. И вот экзоскелет, который придуман конкретно для них. Стоимость его по меркам стоимости экзоскелетов не очень большая, 40 тысяч долларов. Он имеет батарейку, которая позволяет ходить 8 часов, то есть на протяжении 8 часов он будет работать, что в принципе очень-очень прилично для экзоскелета. И сейчас проводятся его испытания в Калифорнии. И должен сказать, что эта тема не была бы такой интересной темой, если бы тут недавно ТАСС не заявили нам о том, что в Нижнем Новгороде проводятся испытания российского экзоскелета для инвалидов. Ну, правда, сейчас есть некая разница, да, во-первых, в цене российский экзоскелет стоит всего лишь 12 тысяч долларов, то есть миллион рублей, а американский стоит 40. И второй момент, наш проходит испытания сейчас на здоровых людях, а американский именно на инвалидах. Ничего неизвестно про его характеристики. Да, и про характеристики нашего экзоскелета ничего нету, кроме вот фотографии, и должен сказать, что на фотографии он выглядит как экзоскелет, да, вопрос, там рабочий он или нет, то есть это может быть... Не знаю, ни его мощности, ни сколько он работает по времени, ни как бы там каких-то углов его поворота, там степеней свободы, конечности, мы ничего не знаем. Да, мы все знаем только со слов его разработчиков, это университет, Нижегородский университет имени Лобачевского, МГУ, и сейчас проводятся на нем испытания при поддержке Минздрава РФ. у меня возникает на самом деле один, ну, скажем так, самый такой важный вопрос, вот это экзоскелеты, которые придуманы для инвалидов, они же наверняка имеют под собой какую-то оборонную, оборонную, да, то есть, видимо, у нас есть где-то и боевые экзоскелеты, которые нам не показывают. Если ты не в курсе, в боевом оснащении армии России «Ратник», какой-то версии, их же там несколько, там прописан экзоскелет в качестве оснащения. Слушай, а тебе скажу еще больше, у нас с тобой есть там один общий знакомый, я не буду про него говорить, как бы, который человек занимается военной техникой, как бы, например, как бы, малым, точнее, типа, высокомобильными машинами, и как раз-таки он мне, как бы, и, по-моему, даже тебе тоже рассказывал, как бы, по поводу того, что в нашей армии сейчас всячески, например, там используется история с квадроциклами, на которые настроены, там типа эти автоматы, эти там пулеметы, всякие там катера и прочие вот эти истории, как бы, которые они еще делают, они берут гражданские, сверхсовременные, прям суперсовременные, вообще там всякие, там мини-мотоциклы, мини-квадроциклы, мини-джипы, и на них выстраивают там всякую броню и оружие, как бы, и это то, про что нигде не говорится, даже в новостях, даже вообще никак не проскальзывает, но эта история есть, она имеет место быть, как бы, она отрабатывается на полигонах, в том числе на Подмосковье сейчас, и, как бы, про это, ну, как бы, известно, но такому довольно узко ограниченному кругу лиц, вопрос в том, что, как бы, про это расскажут, там через год-два покажут какой-нибудь очередной, типа, супер-гипермобильный, там, типа, там, квадроцикл, который, там, ну, сделан на четыре места, может быть, знаете, такие, маленькие джипанчики, такие, с броней, там, с пулеметом и прочее, скажут, что, вот, там, сверхоружие, там, Минобороны разработал, хотя, на самом деле, это всего лишь гражданская, там, вещь, которую, там, просто модифицировали. Просто мне интересен сам факт, да, сейчас получается, что гражданское применение, в первую очередь, а военное уже потом, хотя, буквально, там, не знаю, лет 50 назад, все происходило с точностью, да наоборот, сначала, что-то придумывали военные, разработки велись сверхсекретные, и то, что, скажем так, можно было отдать гражданским, то в итоге появлялось и превращалось в совершенно гражданские устройства. Например, тот же самый GPS, он же был изначально придуман для военных. Слушай, да практически все было придумано для военных, цифровая камера была придумана для военных. Ну да, и интернет, проект ЦРУ. И вообще-то. Слушай, вот на этой неделе, кстати, мы даже ретвитили в нашем твиттере замечательную, совершенно очень крутую статью по поводу того, как вообще появились цифровые камеры, о том, как они прошли путь от камер, которые делались для, ну, пленочных камер, таких крупноформатных, для спутников, и вообще, как как бы это развивалось, эта история со съемкой, точнее, спутниковой съемкой как бы земли военной, разведывательной, и как она постепенно в итоге пришла к цифровой съемке. Вот. Я могу сказать, что даже в этой сайте, кстати, очень хорошо все описывается, включая то, что в России тоже цифровые камеры впервые сделали на этих CCD-сенсорах еще в 70-х годах в СССР. Но, естественно, они вообще никаким образом не дошли до потребителя. Вот. В отличие от США, где они дошли до потребителя. И вопрос в том, что, например, в Хаббл, тот самый замечательный телескоп, у которого были, был цифровой, цифровая камера внутристроенность с четырьмя панелями 800 на 800. То есть, как вы понимаете, она делала 1600 на 1600 фотографии. Ну да. Пикселей. Это было там вообще, там, черти когда, много-много десятков лет назад. Как бы, это была всего лишь гражданская версия одного из спутников разведывательных, которые крутились вокруг Земли, там, и делали фотографии, там, Советского Союза, там, и прочих остальных стран американских. Вот. Просто вопрос в другом. Вопрос в том, что в тот момент, как бы, да, практически любая вещь, что это цифровая фотография, там, что, вот там, GPS, что интернет, все что угодно, практически, как бы, изначально нанесло, конечно же, военный потенциал, как бы, и только во вторую очередь уже, как бы, обычный. Меня в этом ситуации интересует больше такой вопрос. Ты насмотрелся такой на эти военные экзоскелеты, военные, там, квадроциклы, на дроны, кстати говоря. На Boston Dynamics. Да-да-да, посмотрел на все на это и такой с гордостью пошел в армию, а там тебе выдали лопату с LCD-экраном, чтобы ты сугробы оквадрачивал. Да нет, тебе говорят, копай отсюда и дообеда. И выяснилось, что внутри презерватива было вещество, которое вызывает анемение, и где-то через 10 секунд мой пенис полностью анемел. Чуть позже я попробовал снова, и где-то через секунд 5 ее вагина полностью анемела. Никакой, блин, романтики. В физике за последнюю неделю, а точнее, как бы, ну, вот прям у нас на носу вот только что, было сделано, наверное, одно из самых важных открытий десятилетия. Дело в том, что как Эйнштейн, так и многие другие ученые в ходе своих изучений, ну, вообще, как бы, изысканий в физике практически все из них предсказывали, так или иначе, существование гравитационных волн. Потому что по всем, вообще, теоретическим изысканиям, они должны были существовать. Но никто не знал вообще, они возможны, существуют ли, и вообще, как бы, это правда или неправда. Или вообще, наша Земля, как вы знаете, ее создали 6 тысяч лет назад, и вообще, как бы, мы живем на плоской планете. А динозавры это драконы, на самом деле. Да. Но, в общем, гравитационные волны нашли, чуваки, нашли гравитационные волны, как бы, причем они оказались еще и в акустическом, как бы, диапазоне, но совершенно, как бы, вообще в другой плоскости там, как бы, расходятся, и как бы, их очень тяжело, как бы, услышать, уловить и так далее. Но говоришь, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, вот. Для тех, кто не понимает, что такое гравитационные волны, я очень-очень простенько объясню. Очень есть хорошая картинка, Волна только гравитационная. Точно. Есть очень хорошая картинка, в этом плане, как раз-таки, ее размещали на одном из изданий, которое мы тоже сегодня ретвитили, вот, по-моему, это были то ли Берди Каст, то ли, то ли, то ли, то ли, Russia Science, который бывший РИА Новости наука. В общем, как это выглядит? Представьте себе, что есть некая плоскость, такая прям вот плоскость, которая пристраивается до бесконечности. Ну, проще не плоскость представить, представьте себе, я не знаю, скатерть натянутую, вот, пожалуйста. Скатерть представьте себе. Не, ну, здесь скорее даже плоскость, почему объясню, скорее это плоскость, как вода. Ткань реальности. Скорее, как вода, как бы, вот. И представьте себе, что вот есть у вас вот такая, типа, вообще бесконечная гладь воды. Плоская, как стол. И что вот вы в нее, например, бросили, короче, человека. Человек создал, как бы, определенную там волну. Представьте себе, что вы бросили туда, например, там, целый корабль огромный, короче, он создал волну. Представьте себе, что вы бросили в нее, там, про Луну, нашу огромную, то есть, вот, наш спутник в земле. Она тоже создаёт какого-то просто безумнейшее цунами. Вот так вот. Потому что не говоря про твою мамку, которую бросать туда вообще не следует, потому что конец света, тогда всё, не загораем. Вот так вот. В общем, от Луны у нас создаётся такая волна в этой плоскости, что, в принципе, её практически нереально засечь нашими инструментами текущими, которые вообще созданы у человечества. Если туда бросить твою мамку, то, в принципе, засечь волну можно, но тоже очень сложно. И только если туда бросить, например, чёрную дыру... А лучше две чёрные дыры. А лучше две чёрные дыры или какие-нибудь суперсверхгигантских красных карликов, эти наши звёзды, которые, допустим, в тысячу раз больше, чем наше солнце, то вот тогда, когда это тело мы туда погрузим, даже не то, что погрузим, мы его бросим, то это будет, так скажем, метафора того, что из себя представляет гравитационная волна. На самом деле, по-хорошему, гравитационная волна создаётся в тот момент, когда объекты взаимодействуют между друг другом. И, например, ещё один из хороших примеров, которые приводили, это, например, наше солнце. Если вы теоретически берёте и летите в его сторону, вы будете лететь визуально прямо. Вы всё время летите прямо, но на самом деле вас подхватят на орбиту, и вы будете кружить всё по орбите этого самого Солнца. Это и есть как раз то самое формальное искажение пространства. То есть, сила притяжения – это и есть воздействие гравитационных волн на вас. А как раз-таки гравитационные волны, то, что я говорил про плоскость, это то сравнение, которое позволяет вам понять, почему мы, например, не могли засечь гравитационные волны, например, от Земли или от Луны, или даже от Солнца, мы не можем их засечь нашими приборами, но мы смогли засечь, например, гравитационные волны, которые испускались от чёрных дыр, которые… Полтора миллиарда лет назад, кстати говоря. Вообще, да. Которые полтора миллиарда лет назад существовали, чёрт, и где, и там как-то друг с другом взаимодействовали. Два супер вообще сверхмощных по размерам тела. И как только, ну, я думаю, лет через 100, 200, там, может быть, даже через 50, как бы, у нас будут инструменты, которые позволят засекать, как бы, намного более-меньше по своим размерам тела, как бы, и взаимодействие их с пространством и временем, которые как раз создают, ну, создают вот эти взаимодействия, их создают гравитационные волны. И, может быть, у нас получится это сделать, но пока, как бы, ну, это непонятно, будет это или нет. Вопрос в другом. Здесь самое главное, на что стоит обратить внимание, что то, что, как бы, всё время витало в воздухе и практически всё время пытало, ну, как бы, люди пытались в физике описать это каким-то образом с помощью теории, и почти все считали, что, возможно, это всё-таки явление, оно существует, его вот сейчас впервые в истории доказали, что оно действительно существует. Да, это одно из самых больших, на самом деле, открытий в физике за последние, наверное, лет так 10. Проблема ещё в том, что общая теория относительности Эйнштейна предсказывала поведение гравитационных волн ещё сто лет назад, но, скажем так, это всегда была теория. Теперь мы точно знаем, что это свершившийся факт. Ещё неизвестно вообще, как бы, к чему это повернёт вообще нашу физику, потому что если, извините меня, гравитационные волны существуют, значит, макаронный монстр существует, понимаете? А если существует макаронный монстр, то всё возможно. Всё возможно. Как там, nothing is permitted? Блядь, забыл. Yeah, nothing is true, everything is permitted. Да-да-да-да. Короче, йод-сатот, когда закончит свою адскую песню, наконец-то пожарёт вселенную, господа. Один из самых известных видеосайтов про игры. Видеосайтов про игры. А я написал видеоблогерских. Почему не видеоблогерских, блядь? Там были видеоблогеры. Потому что не было блогеров ещё тогда. Ты, Санна, не факт, потому что нет никаких видеоблогерских. Ты чё? Все трейлеры всю жизнь, как бы, все премьеры трейлеров, как бы, они все очень-очень долгое время происходили на сайте GameTrailers. И GameTrailers, как бы, был очень популярный. Практически он был частью канала Spike TV, на котором проводился Video Game Awards, из которого вообще вышел, как бы, этот замечательный чувак, Джо Фкилли, который, как бы, вообще является, там, типа, одним из икон и журналистов игр, как бы, потому что чувак вырос из обычного, там, типа, журнальчика-сайтика до, там, почти что звезды, как бы, вообще, игражура, я бы так сказал. В общем, замечательный сайт GameTrailers прекращает своё существование. Да, помахай мне мучкой, я скучать не буду. Я могу сказать, что я на него заходил лет 8, 9, 10 назад, как бы, когда нужно было посмотреть крутые трейлеры. Вот такая же фигня. То есть это очень старое, понимаешь? То есть... Ну, самое главное, что дела-то у них начались совсем плохо, когда MTV от них избавились. Их старый хозяин, на секундочку, MTV, перепоручили их какому-то там медиахолдингу левому не так давно. И, собственно, по-моему, в 13-м году это было, и запала хватило буквально на 2 года. Закрываются те сайты, по которым я скучать не буду. Джойстик, OneUp, GameTrailers. Закройте игромально, пожалуйста. Слышь, ну, как бы, come on. Там вот тот же самый Edge, например, он тоже на грани банкротства. Edge, да, скоро закроется, кстати. Да, у Edge всё очень круто. Хотя Edge-то как раз... Слушай, ну, Edge крутой, как бы, но они все не вписываются в современную пародигму. Они не в мейнстриме. Да даже не в этом вопрос, понимаешь? Вот, например, маленькие сайты, типа какого-нибудь там DualShockers там, да, или там GamerSite, как бы, да, они могут спокойно себе жить на рекламу, а их обслуживают, грубо говоря, там 2-3 человека. Ну, АГБ это вообще... Ну, а на АГБ нет рекламы, по сути. Там только... Нет, оно есть, но там маленькое прям совсем. Вопрос в том, что, например, тот же самый там DualShockers, в котором сидит там 2-3 чувака, вот они живут на рекламу, как бы, и это просто 2-3 чувака, ну, там 2-3 чувака такие студенты, которым вообще не впадло просто позаниматься. Эта история примерно вот как проект Катонавта, да, к которому мы там в свое время тоже имели какое-то отношение. Это просто ряд людей, которым заработают, там, своими делами занимаются, но в свободное время поддерживают там проект и, как бы, умодряются это делать довольно неплохо, да, потому что выходит материал, их довольно много, как бы, и они, как бы, развиваются. Вопрос в том, что, как бы, у кого-то есть бизнес-хватка, у кого-то ее не очень много. И вот, например, у чуваков там, в каком-нибудь типа геймер-сайт, там, DualShockers, там, GamerNuke, там, и прочие остальные сайты, как бы, вот, у них есть просто вот эта хватка, которая позволяет им минимальными ресурсами эффективно развивать свой проект. Вот. Еще и зарабатывать на этом. Какие-то супер-минимальные деньги, как бы, но достаточно для того, чтобы просто, там, такую студенческую жизнь, как бы, спокойно, нормально жить. Короче, будем скучать по геймтрону? Я точно нет. Я запомню их такими, какие они были на анонсе ремейка Final Fantasy VII и Shenmue во время трансляции E3 2015. Как выглядит знак Уступи дорогу? Так. Ну, их много же. Это главная дорога. Вот это какой знак? Верхний. Треугольник вот этот белый. Как называется? Может, Уступи дорога. Серьезно? Может, главная дорога? Да, главная дорога. Да? Одностороннее движение. Главная дорога. Главная дорога. Главная дорога. Треугольничек, да? Да. И ваша любимая рубрика. Вы будете смеяться, но вообще, в принципе, весь подкаст затевался ради этой рубрики, потому что вы никогда не пишете нам, что чуваки, вы так классно упомянули про эту тему. Или чуваки, спасибо, что рассказали нам про это. Спасибо, что дали совет, как там покупать какую-то игру. Вы сказали нам, что? Вы все время говорите нам, чуваки, как круто, что нам посоветовали вот это пило. Нам пишут, что, как бы, блин, мы посмотрели, вот слушаю завтра касс, потому что нам такое пиво советуют. Короче, походу, мы просто пивной блог. Не, а самое смешное, что пивной блог пивным блогом, но, чуваки, вы что, реально не пробуете разные пивы? Пьете одно и то же? То есть, тебя в детстве научили, что Балтику-9 это круто, и ты всю жизнь пьешь Балтику-9. Ну, блин, ну, камон. И если Лада Балтику-9. Да ладно тебе, чувак, только кинуть, только хардкор. Медовая, да? Маклажка-2.25. Всегда с пацанами брали, что не нравится там, блядь? Сидал-сиски. А фото-креплые, блядь. Абалонь обижаете. Абалонь, да, да, да. Вот и все вот эту мочу. Пробуйте, пробуйте. Еще такое чудесное пиво, Акбар. Пробуйте разное пиво. Советуйте нам, кстати говоря, тоже разное пиво. Пишите нам на email завтракасобачка.gmail.com Мы все ваши письма читаем и даже иногда комментируем и отвечаем с этого же аккаунта. Кстати, да, нам вот недавно написали, например, очень поблагодарили о том, что мы бы советовали Double Chocolate Stout из Канады. И тоже предложили пиво, но пиво, как бы, реально какое-то очень редкое. Походу, оно есть только в Канаде. Походу, оно канадское, да. Поскольку мы не Терренс, не Филипп и даже не канадский премьер-министр или кто там, поэтому мы решили не искать его. Но... И не Дэдпоу. Должно вам сказать, что есть пиво, и это пиво недели сегодня у нас, которое, в принципе, нам всем троим нравится, и мы его в очередной раз, как ни странно, представляете, уже восьмой выпуск подряд, а мы все еще советуем пиво. Мы его вам советуем. Пиво называется Black Jack Style. И причем, чтобы вы не перепутали, дело в том, что Black Jack Style существует несколько, а мы вам советуем именно тот, который разливается довольно часто в России, в российских памах. Оно делается в России. Это русское пиво Black Jack Style. Да, делается оно в московской компании. Да, как вы знаете, говна мы вам не посоветуем. Многим из вас понравился мохнатый шмель. Так вот, Black Jack Style, который тоже делается в России, это реально нормальный стаут, который действительно, он по вкусу как стаут, причем очень неплохой. И при этом, вы его сможете найти в пабах в той же самой Москве, например, за довольно небольшую стоимость, потому что он может стоить чуть ли не там 240-250 рублей в пабе за кружку. Что довольно неплохая стоимость. И в принципе, за отношение цены-качество в данном случае оно очень крутое. Black Jack Style, должен сказать, что это отличный такой, я бы сказал, даже немножко сливочный, чуть-чуть отдает карамелью темный стаут. Я должен сказать, что вот я немножко разрывался весь наш подкаст, выбирая Black Jack, поскольку есть очень-очень сильно похожее на него темное пиво. Называется Белхэйвен. Или Белхавен. Белхавен шикарный. Вот у меня сейчас открыт Белхавен. Кстати, у Белхавена есть два вида. Он называется Белхавен Кримстаут, Белхавен 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 Белхавен. И Белхавен Белхавен вообще офигенно. И вот Белхавен больше похоже на Белхавен Кримстаут. Он такой больше кремовый. Он более кремовый. Но так как Black Jack Stout это, в общем-то, крафтовое пиво, которое, скорее всего, вы не найдете его в банках и бутылках. В регионах точно. В регионах так точно. Но зато он очень часто бывает в кегах, он бывает в барах. Поэтому если вы пойдете в свой любимый бар, спросите Black Jack Stout, посмотрим, понравится ли вам или нет. Поскольку он недорогой и популярный, то в пабах его берут довольно охотно. Ну, вообще, короче, чуваки, я знаю, что вы все время любите нам говорить, что зачем нужен там Кримстаут какой-либо другой, если есть Гиннес. Ну, как бы, нет. Нет. Есть другие стауты, как бы. Не Гиннес. Нет, проблема даже не в том, что есть там Гиннес, и все, я выбрал Гиннес, и все. Я вам говорю, пробуйте разное. Если вы не будете пробовать разного, если вы не будете стремиться к чему-то новому, вы, в принципе, всегда будете пить очоковая, охота крепкая, и больше мне ничего не надо, главное, чтобы ебашило. Спасибо вам, что вы были с нами. Спасибо вам, что были с нами. Огромно, да. С нами. Да, именно так. Мы, как всегда, немножко выпили. Не даются нам концовки, потому что мы уже в говно, как правило, либо пивом недели, либо чем-нибудь сравнимым. Не даются нам концовки подкастов, потому что они нелинейные. Будум, Будум. Да. Элементина запомнит это. В общем, не забывайте нам ставить, как ребята говорят, райки, потому что ваши райки, они идут на правое дело. Кстати, кстати, можно я перебью, пожалуйста. Этот сраный подкаст про Доту, который нам все испортил, поставьте ему один, одну, одну, пожалуйста, звездочку. Давить, давить конкурентов, потому что это невозможно. Я тебе скажу даже больше, что это не требуется, потому что у подкаста про Доту при всех его гигантских прослушиваниях всего 9 оценок. Это значит, что там просто какой-то чувак в паблике на 150 тысяч человек взял и сказал, эй, я выпустил подкаст, вчера в Ванне записал за 15 минут. Короче говоря, если вы... И там все ломанулись его слушать, понимаешь, но то всем пофигу. Если вы читаете эти раковые паблики про Доту, запустите ссылку на нас, пожалуйста, это будет гораздо лучше, чем вы будете слушать подкасты про игру, которая в принципе не меняется. В любом случае, спасибо вам, что слушали, подписывайтесь на нас в Телеграме, еще раз объясняю, Телеграм, это такое приложение, где можно переписываться со своей бывшей в секретном чатике и все стирается, как делаю я. есть у нас имейл завтракас.собачка.gmail.com, пишите туда ваши комментарии, ваши просьбы, ваши предложения, в том числе и по нашему любимому пиву. У нас есть твиттер с собачкой завтракаст, в который мы выкладываем новости и все такое прочее, и подписывайтесь на него, и вконтактик, есть даже сайт, на сайт можете не заходить, на сайт надо заходить, когда выходит новый подкаст. Потому что вы все время нас спрашиваете, какая музыка играет, где чего, и мы уже задолбались, но мы каждый раз вам говорим, чуваки, на сайте почти у всех выпусков есть трек-листы. Да, в любом случае, спасибо вам большое, что были с нами эти два часа, пока-пока-пока, до следующей недели. Пока-пока.